Внимание! Опасность! Опасность! Не проходите мимо! Саша, привет! Ярослав приехал, ты можешь? Видите, какие вы молодцы, как вы решили быстрого оплачения. Итак, Александр Федорович, работает камера, идет съемка, поэтому предлагаю посвятить наше время очень концептуально. Все, как вы пишете, в принципе, вы подготовлены и к интервью, и к разговору. И давайте пройдемся именно специально под камеру. Да. Смотри, рабочее название будет такое у нас общее. Игра разума и война смыслов. Ничья невозможна. Тут можно переставлять, так сказать, речь идет о том, что люди заигрались, и эта игра перешла в войну. И уже война идет такая, что ничья невозможная. Если что, ведут, у тебя сброшу, как она сегодня хорошо выступила по поводу, так сказать, мировых экономистов. То есть, еще раз говорю. Я послушаю ее, послушаю. Касая проповедует мирные договоренности. Никаких мирных договоренностей не будет. Это невозможно. Нет, смотри, с кем, подожди, подожди. Смотря, с кем мирные договоренности. Я скажу пять минут, потом будете говорить. Не надо меня перебивать. Значит, смотри, у нас все начинается с тезисов. Вот тезис под эту, как бы, работу. Я тебе сразу же скажу, Ярослав, когда будешь снимать, голос за кадром всегда твой. Я тебе пишу тексты, да? Мы там два человека спорим, три. Ты всегда присутствуешь, но ты, как бы, вне игры. Это будет у нас называться эффект присутствия третьего лица. Понял, да? Ты у нас третье лицо такое, умные вещи тоже говоришь, свое мнение тоже рассказываешь. Но ты, как бы, ведешь процесс, понимаешь, да? Управляешь им. Потому что, если двое начнут разговаривать, они друг другу говорить не дадут. А ты должен регулировать этот процесс, как вот этот самый ведущий. Ты у нас ведущий. Значит, понятно, да, что начинается с тезиса. Несостоятельность хороших идей, вызвана многими причинами, главной из которых, это оккупация пространства ложными знаниями. Точка. А заканчивать всегда будем фразой. Мы раскрываем истинный смысл наблюдаемых в мире процессов и явлений событий, а также предсказаний, пророчеств и прогнозов. Мы говорим правду, а что с ней делать, решайте сами. Вот этим будем заканчивать. Теперь, значит, координаты и условия нашей совместной работы, чтобы не тратить время на буквы. Тезис. Вот все начинается с тезиса. Знание всеобщих объективных принципов делает ненужными знания о множестве объективных частных факторов. То есть первое, наше условие работает. Все, что мы делаем, мы делаем в рамках проекта, даже если что-то, то, что вы делаете, к проекту не относится. Потом, если что-то вырежем, что-то прилепим, но мы всегда, что делаем, подразумеваем, что мы это делаем в рамках проекта, этого. То есть все проекты входят в одном, все в одном месте. Это японский кайзен, это надо принять, что мы все собираем в одном месте. Второе условие, что все, все идеи, все инициативы начинаются с тезисом. После тезиса мы начинаем наполнять матрицу смыслами. И третье. Сначала я использую метод наложения троечных матриц. То есть мы начинаем с того, что описываем коротко ситуацию, как есть, лучше всего тезисом. Потом ситуацию, как надо, тоже лучше тезисом. А потом описываем технологию, как из того, что есть, делать то, что надо, чтобы из ситуации, как есть, перейти в ситуацию, как надо. После этого мы используем метод обобщения новизны и общеизвестных факторов. То есть на каждом этапе у нас будут некие константы естественной среды обитания и некоторые переменные искусственной среды обитания, чтобы не было путаниц. Вот ты про Ширина спрашивал, вот тут я приплетаю Ширину. То есть есть некие константы естественной среды обитания, которые существуют независимо от желания и сознания человека. Есть искусственная среда обитания, где присутствует человек, и там он может свои вот эти субъективные переменные все время впихивать. Первым таким примером у нас работы будет как раз вот с писателем. Спор, информационная война, образы будущего, строим то, не знаем что и так далее. Здесь главный тезис о том, что видят все и не замечают никто. У нас такой тезис. Судьба предопределяет половину наших действий, а другой половины или около того, она предоставляет управлять нам самим. Потому что очень много болтунов, которые говорят, что все от нас не зависит от Бога, и что мы все решаем сами. Вот формула, по которой, так сказать, мы будем жить. Это цитаты. Ну и смотрите, если вы хотите, я сейчас еще две минуты зачитаю примерный текст, чтобы было всем понятно, кто мы, зачем мы, что мы предлагаем. Или у вас нет желания слушать, поговорить хочется. Давай, давай. Не, не, что он нам говорит? Нам вас слушать надо. Да, смотри, знаешь, я по судьбу сказал. То есть мы, вот смотри, я вам уже пять тезисов сказал, мы этими пятью тезисами снимаем почти пятьдесят процентов вопросов, по которым все могут болтать часами. Я понял, да, давайте. Мы продолжаем цикл публикаций и видеопередач, но видеопередач можно свое слово поставить, направленных на то, чтобы выстроить систему защиты от дурака, носителей ложных устаревших знаний, и таким образом очистить информационное поле. Мы объясняем, как и почему мы говорим на разных языках, понимаем разные смыслы и используем разные критерии оценки реальности, процессы, события, явления, все то, что для одних пустышка, а для других критерий и ориентир. В общественном информационном пространстве мы публикуем наши идеи для того, чтобы найти партнеров и единомышленников, в связи с чем любого рода критика нам неинтересна. Весь бред, который вы несете, нам известен заранее. Поэтому просьба не беспокоить нас своими другими взглядами, в кавычках, и не нарываться на грубые комплименты. Но это я как бы взял такой тезис, если что, его можно будет поправить, чтобы не пугать вас всех. И последний абзац такой. Ранее мы уже публиковали статьи и видео, которые объясняли представителям власти их заблуждения по конкретным вопросам, указывая им на важную проблему – отсутствие методологичности. Теперь появилась необходимость очистить интеллектуальное пространство от информационного мусора по темам образ будущего мира и образ будущего России. В данном случае был выбран метод интеллектуального спора, где участники сначала задают друг другу вопросы, потом получают ответы, которые жестко обсуждаются. Полученный результат публикуется в интернет. Читателю предлагается принять участие в создании системы защиты от дурака, выразив свое мнение по содержанию данного спора и дать оценку его участникам. Определить социально-психологический портрет всех тех, кто хочет построить для нас новое будущее, чтобы решить проблему недоверия. Дальше, когда ты как бы делаешь правду, говоришь, внимание, опасность, приходите мимо. Внимание, опасность, проходите мимо, проходите мимо, опасность. Здесь могут идти вот один из вариантов тезиса. Промолчи, попадешь в палачи. Кто видит зло, молчит о нем, тот соучастник с этим злом. Бойтесь равнодушных, ибо с их молчаливого согласия совершаются на земле все самые низкие преступления. Бойтесь равнодушных, они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия. Осуществляется на земле предательство и ложь. Ну понятно, да? Вот это достаточно. Дальше, как бы, если у нас будут какие-то научные споры, то вот у меня есть еще три тезиса для понимания. Если хотите, я вам сейчас опять скажу. Значит, первое, все в природе устроено по всеобщим принципам, независимым от сознания человека и общим законам зарождения и развития систем, как энергоинформационных матриц. Основа понимания. Среда обитания продуманных стен. Вот у нас будет среда обитания продуманных стен. Если вам название нравится, значит, вот будем брать так. Это уже ближе к красавице, среда обитания продуманных стен. Есть объективные природные константы и есть стивилизационные человеческие субъективные переменные, которые собираются в энергоинформационные матрицы, не повторяясь в разные комбинации, сочетание которых составляет 10-92 степени. Число вариантов в состоянии сложных систем, из которых и формируются новые реалии с новыми элементами и ним. Природные константы и стивилизационные переменные. Мир единый. В мире все связано со всем. Все в природе устроены по общим, независимым от сознания человекообъективным принципом. Вывод. Все есть управление системами, посредством нерависимых распределения в них энергии, где под энергией подразумевается единство вещества и энергоинформации. Что является основой для такого утверждения? Это понятие логос и учение о тетракшисе, которое описывает этапы проявления силы. Идея тетракшиса состоит в том, что существует некая нейтральная единица, где своего проявления она превращается в разность потенциалов, диаду, инь-янь, проявляющую во вне триадой, феноменом для проявления которой является тетрада. То есть тетрада – это пространство, практически фон, на котором все происходит. Вместе эти этапы составляют декаду, священную единицу западной мысли. Это второй как бы. И что как бы мешает нам хорошо жить, так сказать, слабое звено. Теория пределов, человеческий фактор – слабое звено. Так, ну я заканчиваю уже, сейчас уже чуть осталось. Значит, ты понял, что третье – это теория пределов, человеческий фактор – слабое звено. Если люди придумывают идеальные модели реальности, то это значит, что ее невозможно реализовать из-за конфликта интересов разных этнородовых, религиозных, профессиональных групп. Кроме того, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, а потому, что сие вещи не подходят в круг наших понятий. Все. Давайте вопрос какой, тема или вопрос хотя бы. Я хочу сказать, сейчас депутатов готовят, а надо их готовить с учетом правильной подготовки кадров и почему неправильно готовят людей. А, то есть вы то, что я сказал, статью сделаете, да? Я не знаю, я уже запутался, ты такой монолог сделал, я запутался, что-то. Я рассказал, как мы будем работать. Ну, как я могу работать по своей семье. Хотите что? Я же сказал, вы хотите сейчас… Я же предложил написать статью. Где мы вот эту идею слабости… Правильно, вот для этой статьи я бы сделал монолог, и все. Какая результативная статья? Какая результативная статья? Мы напишем статью. Вы написали этих статей массу. Сегодня слушал, что физиков, теоретиков по всему миру 300 тысяч – это 25 миллионов статей в год. Что мы этой статьей… Максимальный эффект какой? Максимальный эффект – это анонс будет того, что мы предлагаем. А что мы предлагаем? Камеры записываем, давайте для зрителей. Вот сейчас камера была выключена, мы слушали длинный монолог на 5 минут. А здесь вот, чтобы кратко заинтересовать зрителей, о чем идет речь, что мы предлагаем? Я бы предложил, я знаю, что предлагаю. Да, да, слушаем Хасая. Да, я бы предложил, что надо в систему подготовки кадров внести в нашу школу «Человек будущего». Потому что в нашей школе как раз-таки я пытаюсь обучать людей тому, чего не учат в школе. Потому что вот сейчас наша ситуация, возникшая с ковидом и с другими проблемами расчеловечивания, когда пытаются некие люди расчеловечивать людей для того, чтобы ими управлять и превращать в роботов-исполнителей, чтобы поставить заслон этому. И разрушить это негодное расчеловечивание. Потому что человек по своей природе творец. И поэтому в школе, в первую очередь, и вообще в системе образования должны были бы задумываться, каким будет человек будущего, какими качествами и способностями он будет обладать. В русле эволюции. И мы видим, что когда человек попадает в ситуацию неизвестности, у него резко растет напряжение. Это такая энергия мощная, которая его может разрушить, если он не занят и не задействован в своей природной изначальной сущности, как творец. А что такое творчество? Этот творческий подход – это решение любой проблемы с поиском наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Потому что общечеловеческие ценности – это те, о которых говорили пророки, о которых говорили источники религиозные, это любовь к ближнему, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, необходимость в сотрудничестве, что счастье – это быть собой, а совместное счастье – это когда в коллективе, например, или в группе людей, которые заняты решением какой-то проблемы, озабоченной совместное счастье, это каждый остаётся самим собой, но и вместе. Вот эти главные вещи, которые современная школа и вся система образования, и вся система подготовки кадров на всех уровнях – от таксистов до министров – должны были бы внести в сегодняшнюю реальность при обучении людей. Потому что сейчас вот эта вот номенклатура, которая возникла, как она отбиралась? Вот я вспомнил ситуацию живую, когда, значит, я с товарищем сидел у зама Лужкова, Швецовой, и Швецова говорила, я вот никак понять не могла, почему Лужков меня так резко поднял на верх и сделал своим заместителем. А потом поняла за преданность. То есть по существу, если такое продвижение в карьерном росте происходит, за личную преданность, ну, естественно, там, за исполнительность, за ответственность при решении задач порученных и так далее, но при этом порученным начальником, без учёта общечеловеческих ценностей, без учёта вообще народа, его выживаемости. И поэтому так и получается, до чём мы сегодня дошли. Потому что номенклатура, она элиты вот эти так называемые, которые нами управляют, чиновничая система, руководство до самого верху. Вот это продвижение по карьере, которое происходило, пришло к тому, что мы сейчас и наблюдаем разрушение всех вот этих важных ценностей общечеловеческих. Об этом я хотел сказать. Каким человеком мы видим в будущем, чтобы мы создали этот образ будущего и двигались к нему, который бы интересовал и волновал всех и каждого. Да и твой надо задумываться. Я вот думал об этом, каким будет человек будущего, и понял. Он будет уметь в условиях неопределённости, быстро ориентироваться, быстро адаптироваться и принимать неодинарные решения в условиях жёстких временных ограничений. То есть он будет и гуманным, и изобретателем, и ответственным. Я вот готовил группу изобретателей, например, и понял. И однажды даже мне мой друг посоветовал, который знает другого друга, которому уже за 80 лет, который имеет тысячи изобретений. И он уже даже статус имеет официально, что он самый лучший изобретатель планеты Земля. И у него он спрашивал, а как ты это делаешь? А он говорит, самое главное найти в себе состояние, когда я абсолютно уверен, и ни на йоту не сомневаюсь, что я вопрос решу. Это очень интересные подходы. И вот это надо заложить как раз систему образования. Вот эти потуги там коллективно решать, или привлекать учёных, философов, социологов. Каким же будет человек будущего? У нас, коли человек будущего, этот вопрос решается. Я часто провожу ликбезы бесплатные, вебинары провожу, обучая людей управлять энергией напряжения, энергией стресса, и эту высшую из энергии, энергию стресса, использовать в собственных интересах. Потому что каждая эпоха начинается с использованием того или иного вида энергии. От механической энергии, до атомной, до ядерной. И вот сейчас новая эпоха. Эпоха информатизации. И люди поэтому, при этом переходе, в этой точке бифуркации, растерялись. И происходили всякие неприятности. И поэтому ими воспользовались и люди, которые владеют деньгами, платформами. Всевозможные вот такие вот люди, которые, вот допустим, интернет в свое время, кто быстрее понял, как он важен для коммуникации, для развития целостности в человечестве. Потому что человечность, человечество, как и человек, нуждается в целостности. В этом есть потребность. И вот те первые, которые поняли по науке, что интернет будет доминировать, они как раз и захватили эти платформы. И вот мы видим там вот эти вот хозяева сегодня этой информации, которые нас пытаются все время загружать. Они как раз такие, вот те, которые первые по науке поняли. Потому что наука всегда идет впереди всего. И сейчас, в отличие от религий, которым было тысячи лет, где провозглашались вот эти общечеловеческие ценности, о которых я сказал, сейчас надо уже создавать науку человечности, доступную всех и каждому, не касательно религии. Потому что религии перессорились между собой. А сегодня уже 21 век, нужна наука человечности. И там определить вот эти понятия. Именно по научным, четким, жестким критериям. Что такое любить? Что такое сопереживать? Чувство бесценности живого? Ну, то, о чем я говорил. Это все именно определить в таких четких критериях. Потому что эти критерии в художественной литературе, в кино всегда, всегда применяются. Но они настолько, эти образы, расплывчатые. И поэтому люди не понимают друг друга. А вот если создавать общий, единый международный язык, чтобы на всей планете люди понимали друг друга, надо создавать науку человечности. Потому что она касается и шахматиста, и штангиста, и министра, и таксиста. Это наука человечности. Вот этим надо сейчас заниматься. Я вот за этим вижу как раз-таки образ будущего, новую реальность. Это создание человека, который быстро адаптируется, по ходу изобретает, с учетом высших человеческих ценностей. Потому что иначе изобретать и невозможно. Александр Федорович, вы здесь? Да, да. Меня слышно? Да, вас слышно. Я попросил бы у вас вернуться к тезису, который вы озвучивали, что вы предлагаете троичность. Принцип Матре, проект Матре ваш, проект Ключ Хасая и Глобальная волна. Можете вот в двух словах, как вы видите эту связку? Знаешь, смотри, первый вопрос. Мы же начинаем всегда ситуацию как есть. Я уже задавал этот вопрос, задал сейчас для зрителей. Мы же знаем, что любой плюс тащит нахватив на своем всегда минус. а минус плюс, да? И вот те знания, которые дает метод Ключ, он же не обязательно попадет хорошим людям. Вот где фильтр или гарантия того, что знания метода Ключ люди будут использовать с добро, вот так, как Хаса себе представляет, а не будет использовать, так сказать, во зло. Он потом ответит, чтобы я как бы смысле не сбился. Это как бы первый мой тезис, да? Вот второй тезис, мы говорим о том, чтобы обеспечить вот этот вот фильтр, мы называем его системой защиты от дурака, чтобы не попадали, так сказать, вот эти знания к людям сомнительным, а если попадали, то не давать им использовать эти знания во вред. Для этого что нам нужно? Нам нужно то, что мы называем спор, иногда его говорят как базар, да? Нам из спора нужно сделать научный метод, при помощи которого, так сказать, мы будем очищать это пространство. Ну, чтобы было понятно, нужно порядок наводить в комнате тряпочкой, веником, да? Но когда ты выходишь на улицу на большую площадь, там нужна машина, так сказать, которой мощность труи воды будет смывать, так сказать, ненужные вещи, так сказать, с площадки, чтобы было понятно, так сказать, что у нас сейчас есть, и что мы предлагаем. Вот мы для этого, я, кстати, пример хотел привести, я, по-моему, его сбросил, ну, например, есть такой, как бы, библейский герой Азазель. Вот посмотрите ради интереса, да? Как вот один смысл, который был заложен в это понятие Азазель, получило 10 разных имен с разным толкованием. Хотя смысл Азазель заключается в том, что нужно найти козла отпущения, чтобы за счет его жертвы переложить вину с одних на других и скрыть смысл проблемы. Вот посмотрите ради интереса, вам будет все понятно. Значит, что мы предлагаем? Мы предлагаем проект Матрея. Это аббреватура матрицы трех реальностей, прошлое, настоящее и будущее. Вот при помощи этого проекта мы хотим, так сказать, в его научной части предложить новые методы работы с информацией, в поисках правильного принятия решений, как структурируется информационное пространство, чтобы планировать желаемые события. Это как бы будет первая такая часть, где мы дадим критику двум картинам мира. У нас сегодня существуют религиозные картины мира и научные картины мира. И та и другая не выдерживает никакой критики. Вот мы дадим новую картину мира. Во второй части мы предлагаем сформировать некую матрицу смыслов для айтишников, то, что мы называем искусственный интеллект. Поскольку, вот, сегодня я ведуту хорошо послушал, она, вот этот, так сказать, представителей индустрии 4.0, она их очень сильно раскритиковала. И почему раскритиковала? Потому что люди, которые пишут программы, они ничего не понимают, ни в экономике, ни в политике. Они понимают только, как писать программы. И никакие смыслы туда не закладывают. Поэтому, когда идет поиск, так сказать, единственное правильное решение, искусственный интеллект, или даже некоторую же искусственную интуицию создали, так сказать, вот, он не может правильно выбрать из большого, из биг-дейт, то, что нужно. Потому что нет критерий этой выборки. Вот мы предлагаем такую создать смысловую матрицу, на базе которой искусственный интеллект будет принимать единственное правильное решение. Ну и третья часть, это мы ее называем конкуренцией глобальных и локальных проектов будущего, поскольку мы сейчас среди заработаем нескольких групп, там, от десятка до сотен человек, которые пытаются сформировать образ будущего, образ будущего мира как такового, и образ будущего России. И мы видим, что ничего у кого не получается, потому что в основном там работают или философы, которые создают идеальные модели, которые нужны только им, и еще там 2-3% населения. Вот. Или, так сказать, они закладывают туда заведомо противоречивые данные, которые обязательно приведут к тому, что будет конфликт интересов разных, как я говорил, этно-родовых, религиозных и профессиональный круг. Все, спасибо. А глобальная волна где? Нет, глобальная волна у нас, она находится на уровне, вот, то, что мы называем операционным управлением. Почему операционным управлением? То есть, как бы, матре, она задает стратегические смыслы. То, что предлагает метод ключ, это у нас тактические инструменты, как из того, что есть, делать то, что надо. А глобальная волна, программные технологии, она связывает эти уровни. То есть, мы начинаем от того, что мы рассмотрим, так называемые запрещенные науки, это торсионные поля, фрактальная физика, так сказать, эфир, так сказать, все, все, что как бы официальная наука считает уже наукой, и то, чем занимается глобальная волна. А вот оно как раз входит в первую часть, да, как наука, и в третью часть, как вот готовые проекты, которые готовы к реализации. То есть, мы должны уметь, не будем медленно учиться, вот эти фундаментальные научные знания быстро превращать какие-то в кейсы готовых решений, в готовые технологии. Поэтому глобальная волна, вот она будет как бы на двух уровнях работать, и одновременно все это вместе связано. В принципе, представитель глобальной волны сидит напротив меня, и он сам может сформулировать, так сказать, вот где, как, а он как-то получатся. Я пока вижу вот две вещи. Первая, это фундаментальная наука, которую ты пропагандируешь, да, это она войдет в первую часть матры. Мы обязательно там об этом скажем, чем глобальная волна, вот этих ученых там упомянек, всех, с кем ты работаешь, да, сошлемся на их работы. Вот это как бы то, что надо, или я что-то не то говорю? У меня вопрос, у меня вопрос, да. Не, не, я к Лафа вопрос. Это то, что надо, или что-то ты другое хочешь? Мне нужно дать пояснение вам. Хорошо, что я вижу Хаса и вас, и мне нужно дать пояснение сейчас. Да, да, вот я просто говорю, я вижу, как фундаментальная наука входит в первую часть, мы обязательно ссылаемся на людей, которыми мы занимались. И если есть готовые какие-то проекты, то они входят в третью часть. Почему? Потому что мы, когда описываем ситуацию, как есть, потом описываем ситуацию как надо, и потом описываем матрицу решений, которая состоит из каскада проектов. Эти каскады проектов, они настроены по отраслям, по территориям и по проблемам. И поэтому вот эти все проекты, они найдут там свое место. Можешь теперь уточняющий вопрос задавать? У меня комментарии, уточняющие комментарии, что мы живем во время, когда идет Третья мировая война гибридного типа. И война идет в инфополе. Вот сюжет сейчас длится 18 минут. Как вы считаете, какое количество зрителей дослушает его до конца? Ну, это риторический вопрос. Идем дальше. Нет, я могу ответить, что, как правило, 20% всегда дослушают до конца и даже напишут свои отзывы. 20% отключат или напишут отзывы, что все это ерунда. А 60% зависит от того, какие мы темы подняли. То есть, если люди интересуются своим здоровьем, они, Хасая, будут слушать с удовольствием. Если люди, которые заняты в решении глобальных проектов, они меня с удовольствием послушают. А если ты сейчас им споешь песню или расскажешь новый анекдот, тогда количество слушающих людей резко увеличится. Так я бы рассказал анекдот. Давайте пояснем по глобальной волне, а то забалтывание темы идет. Смотрите, ключевой момент идет о том, что о видении предназначения, для чего мы здесь на планете. Но отвечая на вопрос, кто мы, откуда, куда и зачем, что нам все показывается. Я наблюдал недавно фильм про муравьев, смотрел, и показано, как по всей планете огромное количество разных муравьиных семей, и как очень органично все расписано, и все нужны друг другу. И трудни, и матки, и такие, и сякие. И тот эксперимент, который над нами проводит планировщик, подгоняет нас к тому, чтобы мы осознали, что мы все едины. О чем говорит Хасай? Что значит возлюби ближнего своего, как самого себя? Это говорит о том, что создай другому такие же условия, как себе. Как это возможно сделать? Как это возможно сделать, и как зафиксировать сознание международной общественности, преимущественно авторское и патентное право Российской Федерации, на новую научную парадигму? Каким образом это возможно вписать в историю, как полет Гагарина? Я отвечаю, дорогие друзья, что только предъявление прав на наследство гражданами России, на наследие наших предков, которые создали фундаментальную науку, которая сейчас продвигает Китай в космос, и так далее. И это все сделано только на заделах Советского Союза. Более того, на сегодня наши ученые опережают весь мир в создании математического аппарата и теоретического обоснования теории единого поля, который позволяет нам подойти к энергетическому коммунизму для всех и для каждого. И это отвечая на слова ведуты, когда проектировщики индустриализации 4.0, они повышают эффективность производства, не задумываясь о том, что создавая роботизированные рабочие места, огромное количество населения остается без работы, без средств к существованию, обказываются в средствах неопределенности, в высоком стрессе, ранее смертность и так далее. И что можно это предложить? Только показать миру прививку воли, когда граждане внутри России осознают, о чем идет речь, вступают в права в свои владения и предлагают Китаю совместно и с другими странами организовать попечительский совет по внедрению прорывных технологий по всему миру только в мирных целях и во благо всех землян. Терроризм это искусственная тематика, питаемая финансовым промышленным капиталом и обеспечения, расселения людей из мегаполисов, создание возможности, чтобы каждый жил на земле абсолютно автономно выращивая свои продукты питания и все свое свободное время направляя на семьи и на развитие своего личностного потенциала. Это вот глобально то, чем занимается глобальная волна. Тактически это какие вещи? Это монотонный, рутинный труд многих лет, фиксация выступлений ученых, которые уже ушли. Но, слава богу, у нас сохранился видеоматериал фиксирующих, что данные знания были высказаны в каком году, где, на какой территории, какими людьми и так далее. Когда пойдут споры за преобладание в той или иной научной парадигме, эти все архивы будут чрезвычайно важны. И окно возможности, что существующий интернет и цифровизация направлены, на что, говорит, ведут, для чего мы собираем эти все данные? Для того, чтобы повторить Госплан и... Что у нас было? Госплан? Госплан и вторая структура Госнаб, по-моему. Госплан и Госнаб, позволяющие в короткие сроки узнать количество народа и населения, какое количество автономных генераторов энергии требуется, какое количество опреснительных установок, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в регионах и снять проблему беженцев в том числе, которые бегут не от хорошей жизни. Это новая научная парадигма, позволяющая предъявить миру новое мировоззрение. Сначала к обсуждению, а потом к практическим каким-то действиям. Вот. Потому что технологии, опережающие день сегодняшний, на много сотни лет существуют. Как существует неспособность людей договориться. блестящих, блестящих. И вот каким образом вот это все связать, Александр Федорович, видео есть? Вопрос. Вы какие вопросы даете, он так и отвечает. Вот первый вопрос. Значит, вопрос, с чего я начал? Что когда мы вот это все описываем... Я хочу тебе на вопрос, надо ответить. Ты говоришь, мы не знаем, для чего мы живем. Почему? Я тебе могу ответить на это. Почему мы не знаем? не закорачивайся на отдельных словах. Не закорачивайся. У тебя есть, извини, привычка. Мы опять везем не в ту стены. Вот еще раз говорю. Ты сказал, мы заболтали тему. Вот это все. Ну подожди, подожди. Вот сейчас, сейчас главное сказал... Я только отвечаю тебе на твой вопрос. Подожди, это не был вопрос. Сейчас главное, сказал Ярослав, надо, чтобы у нас, интеллектуальная собственность людей, определенным законом, каким-то, как я тебе говорил тоже, чтобы Госдума приняла закон об охране интеллектуальной собственности, чтобы наши можни не уступали. Вот опять, вы, ребят, вы запут鬥е, что там идите? Сейчас, секундочку. Подожди, Александр Федорович, jet патентуются, патентуются готовые изделия? Я понимаю, нет. Я понимаю, что вы говорите. Не так, не так, не так. Сейчас, секундочку, Александр Федорович, Александр Федорович. Вы еще, вы странные люди, я же не понятен того, что вы говорите. Сейчас, Александр Федорович, вот Хасай высказал что-то, вот мы давно не виделись, Вы-то же давно много общаетесь И мы с вами общаемся Давайте для зрителей, я для Хасая отвечаю Отвечу вам и зрителям Хасай, как некий фантаст, идеолог Говорит, Дума должна чего-то принять А я говорю, что Дума является следствием Того бандитского капиталистического режима Который сейчас существует по всей планете И для того, чтобы Дума что-то приняла Необходимо, чтобы идея овладела массами Чтобы эти широкие массы настолько возбудились Что даже бомжи без мест просписки Пошли в участки, получили справку Пришли на выборы И выдвинули своих представителей В органы исполнительной и законодательной власти И вплоть до участия президента И тут всплывает 85 кандидатов в президенты Чтобы получить хайп-эффект по всей планете Ни в одной стране мира не было такого Чтобы под одну программу возникло 85 кандидатов в президенты По количеству субъектов регионов Субъектов федерации Да, вот надо, чтобы закон был Охраной человек Значит, тоже, когда вы говорите Давайте напишем статью Давайте вот мы кому-то расскажем Про наш проезд Меня уже три раза в чем-то Я говорю Первое Статья нужна Я отвечаю тебе Статья нужна, чтобы правильно сформулировать свои мысли Если ты думаешь, что твои сейчас зрители Хоть половину поняли из того, что тут нагубнили Это ты сомневаешься А то есть ты напишешь статью, как я ты сказал Тезис Расшифровка тезиса Нет, мне важно, что Хасай услышал Что ты хочешь Мне важно Утопию Две утопии я вижу Одна утопия Давайте мы людей научим творчески мыслить И все будет хорошо Да нет, не так все Давайте мы создадим технологии И все будет хорошо Саша Это в ютопии Саша, извини Ярослав сказал правильную вещь Это изюминка Я сказал, что сказал правильно Он сказал главное Он сказал главное Интеллектуальная собственность должна передаваться И по наследству и так далее Развал Советского Союза Это направленная акция на обкрадывание Огромного количества населения Когда украдено то О чем в населении даже не разбирается Потому что В сложившейся экономической системе В сложившейся В демократических условиях Это делегировано якобы правительству Научному сообществу Какой суд будет решать Решение российского суда Оно не обязательно для других судов Так он сказал Когда идеи овладевают массами Начинают эти идеи Двигать поступки людей Мне банальные вещи Я вам конкретный вопрос задаю Какой суд будет принимать решение Затем тот или иной патент закрепить Или как ты говоришь Что или иной Это законодательным образом Охрана, меценация А есть корневые патенты Отвечая на ваш вопрос Существует такое понятие Корневые патенты Когда Или вот как Зингер запатентовал Угольный Ушко Там например Да? Ну пионерские изобретения Вот Так же Это как вам конечные изобретения А ты говоришь про идеи У тебя есть сейчас Хоть одно изобретение Которое Можно пойти И на Масимовский За патентару Мы сейчас уходим в детали Смотрите Вы сейчас Начинаете забалтывать тему Я вам говорю Что наша деятельность Еще раз Услышьте меня Чем мне интересно заниматься Если вы в своей деятельности Ежедневно будете понимать Каким образом Работать на то Чтобы победить на выборах Если вы не собираетесь ставить задачу Играть в политику Политические выборы Там и так далее Но это бессмысленно Это будет болтология Результатом наших действий Может быть только Объединение общества Вокруг некой идеи В результате которой Это станет возможно Только если Ты до общества Собираешься донести свою идею Сейчас я скажу Сейчас я скажу Как я понял Посмотри Я тебе говорил уже В наших дискуссиях О том Что у нас законодательно Должны защитить В человеке творца Потому что По нашим законам Которые очень расплывчатые По меценатству По благотворительности По патентоведениям И так далее По защите Охраны От авторских прав Очень расплывчатые Поэтому Нашими изобретениями Которые мы рождаем В России Пользуются кто угодно А у нас есть Такие изобретения Которых достаточно много Которые могли бы Существенно поменять ситуацию Как я понял Ярослав говорит Что надо это сделать А для того Чтобы это сделать Надо Чтобы идея об этом Была распространена Чтобы масса людей По всей планете Потому что технологии Реализованы Эти технологии Реализованы В одной стране Продолжить Горь по вооружению А вы мне вместо ответа Напомните Надо чтобы идея Обладела властью Я согласен Пусть идея Я спрашиваю Технологии Как вы будете Чтобы идея обладела Рассказываю Я понял Вы хотите получить Очень простой ответ Типа написал статью Или еще что-то Отвечай Отвечай Да Статья может Где ты сейчас формулируешь Скажи мне Помимо формулировки Помимо формулировки Существует Накопление Массива данных Для анализа И это является 15 тысяч Снятых видеосюжетов Кто будет смотреть Твое 15 тысяч сюжетов Еще раз В этом сайте Будет 15 тысяч сюжетов Смотреть Еще раз Речь идет о чем Речь идет о том Что наше видео Это сейчас Извини Которое сейчас Вы не обменяете У меня Я прошу ответить На вопрос А вы начинаете Объехать Мне не нужны Объяснения Ну ты разбиваешь Целые на части И пытаешься Каждый отдельный элемент Рассматривать Еще раз Значит Мы учитываем Что мы Из эры Рыб Переходим В эру водолея Уже перешли Ну перешли Переходный этап идет И люди были в мороке Люди спали То есть 15 лет Не только глобальная волна Огромное количество людей По всей планете Что делали? Пробуждали людей Люди просыпались Вот вы говорите Что надо сделать? Статью написать А люди спят Кому вы прочитаете статью? Я не так скажу Вот если кто-то забалтывает тему Так это вы господа забалтывает Я еще раз говорю Пока не появится лозунг Типа Пролетали всех стран Соединяйтесь Завела Отца и Отечество Ставляйся Советом Защитим Творца в Человеке Защитим Творца в Человеке Который у нас не защищен законодателем нашим А в мозги не укрепляем Всегда надо опираться Для того, чтобы ролики были интересны Не только нам Нужно, чтобы они были интересны Еще лидерам общественного мнения Которым является, например, Ведута Ведута, выступая на Авроре Говорила о том, что индустриализация 4.0 Не учитывает как раз интересы человека Нет вообще заказа понимания Чего развиваем То есть нужно повышать качество жизни человека А они развивают производственные отношения По производственной мощности А нужно производственные отношения Хорошо Вот ведут Через производственные отношения Через социализацию Человек становится творчески развитым И так далее и тому подобное Да Ведута Поучили заниматься экономикой людям Которые ни хрена в экономике ничего не понимают Еще раз Ведута 40 минут выступала в эфире Я с тебя ее цитирую Ты мне говоришь Я с тебя на Ведуту Ты раз уже ослался И пять раз процитирую Вы можете дослушать Ведута Ведута 40 минут выступала А могла бы Например Пять минут Здоровой критики Почему 4.0 Она видит И доказывает Почему это абсолютно бесперспективно И 35 минут Можно было посвятить на то Что зная об инсайдерской информации О фундаментальных открытиях Позволяющие Создать Вот это новое Невидалое Вот 35 минут Можно было посвятить На Воспаление Духа внутри людей Создание мечты Образа будущего А не Жевать Констатацию фактов Да Мы все знаем Как все плохо Нужно проводить Ликбез Среди Лидеров общественного мнения Какие перспективы Открываются У нас Когда получаются Эти технологии Ведь многие же Об этом знают И все об этом умалчивают Как вы начали тезис Что Что все видят Что у всех на виду Но не обращают внимание Положение А давай только сделаем так Что ты это не мне говоришь А зрителям Потому что Вот этой банальностью Меня уже доставили Если вы хотите Со зрителем сказать Говорите А вы делаете лишь И вы это мне Говорите Мне объясняйте Как будто Вы два преподавателя А я вам учат Нет, Александр Говорите банальные вещи Говорите их зрителям Я вам еще раз говорю Что бы там В голове своей Не придумали Пока вы четко Это все не сформулируете До того момента Чтобы вот Ребенок это все понимал Ничего это не получится Ничего не получится И то же самое Кремль В лице Путина Сказал Что никакие проекты Если они не содержат в себе Технологии реализации Кремлем Рассматриваться не будут Ну что вам еще нужно Песков сказал Что Ребята Вы хорошие эксперты У вас есть знания Вы по-своему Оцените ситуацию Но у нас У Кремля Есть свои эксперты Которые по-другому Смотрят на эти вещи Ну а вам уже все Перед вами забор Выстрели А вы пытаетесь Танцевать У кого-то забор Никак нет Пока вы не научите Сломать стены Пробивать их В разных местах Зачищать площадки Вся терминология В управлении Взята из военного лексикона Вы должны говорить На военном языке А не на языке Вот этих проповедников Понимаешь Нет Вот в чем разница Надо сделать интересное видео Которое захватит Внимание людей Вот и все Мы не стоим Вы сколько уже видео сделали Это 35 тысяч Делал видео А вы сколько Сделали видео Тоже на тысяч 10 Мои видео Александр Федорович Ну вы конечно Герой Вы даже видео Вы даже Обращайтесь к зрителю И говорите зрителю Ну ничего говорить не надо Мне все понятно Да нет Вы Александр Федорович Мы же с вами лет 15 Знакомые Мы же с вами лет 15 Знакомые Ну ты лучше знаешь Сколько ты знакомые Ну мы с вами видео Я вас приводил На семинаре Ритмодинамики природы Значит это было точно Там до 2007 года Значит уже 15 лет прошло И я предполагал Что вы Высокий специалист С большими компетенциями Сможете выступить Компетентным оратором Для создания массива роликов Которые позволят повысить Образовательный Градус Зритий Я тебе 4 раза посылал проекты Как организовать эту работу И ты 4 раза Эти все проекты Мои предложения проигнорировал Ну что тут опять Я тебе 4 раза писал Я говорю Ярослав Давай вот так организуем процессы Давай вот так организуем Ты мне на мои предложения Ни разу не ответил Если ты хочешь Я тебе найду в архивах Эти все свои предложения И пошлю Как правильно организовать процесс Снимание вот таких вот роликов Чтобы один дополнял другого А не был так сказать Лебедь А пищуха Я тебе посылал Еще раз Еще раз Александр Федорович У меня лично Канал Худо-бедно существует 103 тысячи подписчиков есть 15 тысяч Сюжетов существует У нас такой частый разговор Разбор полета Нет Нет Это я для зрителей Произношу Еще раз Или мы со зрителями Александр Федорович Я бы сказал Ребята Разговаривайте со зрителем Не надо со мной Разговаривать Мы со зрителями Разговариваем Нет Вы Вы нас вгоняете В некую шизофрению Потому что мы создали Разговор на троих Вы с нами Нет Ты мне сказал Что нам нужно Говорить так Чтобы было интересно Зрителям Ну смотрите А я вот так вот веду Как зрителям интересно Вот вы считаете Что надо так как вы И не создали И не создали Кому-то то что он не говорит Хоть вы меня о мире подкрываете Я еще говорю Все что вы говорите Я же 25 раз дарил 25 раз забыл Когда ты друга не понимаешь Саша Можно я тебе скажу Мне не надо это рассказывать Можно я тебе скажу Саша Не надо мне ничего рассказывать Александр Федорович Александр Федорович Александр Федорович Вот хорошо что нас смотрит Сейчас наблюдая Сейчас психиатр Профессиональный Сдипломированный И что я должен зафиксировать Что ту речь Которую вы сейчас Вот нам Десятый раз произносите Вы вроде позиционируетесь На адекватного человека И мастера Ну зачем вы повторяетесь Я услышал Но хорошо что Но хорошо что вы повторяете Но хорошо что вы повторяете Я то сознаю Я то режиссер Я понимаю Какое я кино создаю А вы Перебиваете Если ко мне подойдет человек Скажет Я сказал Что не мне это рассказывай А зрителям Я скажу Хорошо Я вернусь Буду рассказывать зрителям Давай я буду рассказывать зрителям Повторить нормальному человеку Что Не надо со мной Вот об этом разговаривать Мне это не интересно Разговаривайте со зрителем Нет вы проглотили И опять То один То второй То один То второй Вы Клунам Устраиваете Нет Александр Федорович Я с вами Психологи Тот самый профессиональный Александр Федорович Что там за дверью стоит Сейчас я скажу Вот Ярослав скажет Ярославу пойми Не надо Сейчас Ярослав Давай Данная ситуация показывает Да Почему не было взаимодействия С Александром Федоровичем Это я понял За характером Вот сколько он не будет Присылать проектов Ты ему будешь Как рассказывать Как надо А он будет говорить Не так Надо по другому Да Но сам не создает Можно я довершу Пожалуйста Я понял Поэффективнее С вами вас применяют Я просто прекращаю Пошли вас обоих И все Еще раз То что сказал Наш оппонент Наш оппонент Я могу Сказать словами Девятого Андрея Петровича Огромное количество людей Переживает за него Анализирует Пытается Вступить В контакт На что Андрей Петрович Девятый в свое время Сказал Друзья Не надо мой телефон Никому давать Пожалуйста Не надо мне Никаких писем Передавать Пожалуйста И мы сейчас Видим Александр Федорович Не надо со мной разговаривать Вы со зрителями Там разговариваете А со мной не надо Я это все знаю Но при том Когда мы слушали До начала съемок Всего того Что я произнес Александр Федорович Не произносил Не произносил Ни одного слова Из того Что я произносил Поэтому Не услышав Это в его речах Я повторяюсь И на какую На какое Восприятие информации Я наталкиваюсь Я сейчас скажу Что происходит Так слово Хасаев Я сейчас скажу Как наблюдатель Так сказать И одновременно Наблюдатель события Как свидетель И участник события У меня даже Такая картина есть А вот Послушай Саша Что я хотел сказать Почему люди Вот например Я тебя знаю Я попрошу Разговаривайте со зрителем Не надо со мной Разговаривать Так я специально Так как Нет Александр Федорович Со зрителем Понимаете То что вы говорите Мне это неприятно И неинтересно Я тебе комплимент Хочу сделать Не надо мне Не комплимент Я сейчас говорю Говорите со зрителем Со мной Говорить не надо Хорошо Рассказывайте Рассказывайте мне Что вы увидели Со стороны Очень хорошие люди Очень озабоченные Будущим человечества В данном случае Три человека В данном случае Обсуждает эту тему И при этом видно При одном и том же Волнении Как сделать лучше Не складывается разговор Только потому Что есть разница В характерах Это обычная история Почему много Хороших людей На планете Огонь Происходит Они не понимают Друг друга И в силу характера А не только потому Что они Неправильно мыслят Ты прекрасный человек Я тебя очень люблю Мы с тобой общаемся Уже не один год Ярослава я знаю меньше Но я по его проникновению Сразу чувствую Что он в данном случае Сейчас говорит о том Как режиссер Как сделать лучше Видео Чтобы больше людей Посмотрело Я вижу Почему не складывается Разговор Он прекрасно Складывается Для зрителя Потому что Зритель сейчас Тоже увидит При лучшем желании Помочь всем Три человека Собрались И не могут Определиться Как даже просто Высказать То что они хотели Я пропускал Прищем снимать на камеру Надо поставить Правильный вопрос Это миллион лет Можно ставить вопросы Не мучить людей Вот этой полтавней Нет 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 Вот это Как раз у нас Прекрасное У нас получился Прекрасное видео Которое объяснит Всем Наглядно Что три Прекрасных Человека Которые уважают И любят друг друга По-человечески Не могут говорить Просто по причине Характерных особенностей Ты машешь саблей Ты машешь саблей Ты сразу так Вот Все отрицаешь Только то Что ты говоришь Ты считаешь правильным Что люди не воспринимают Это Когда это не попадает В резонанс Я скажу Уважаемые зрители Я согласен со всем Что сказал Хасай Я согласен со всем Подписываюсь Что сказал Ярослав Специально Я в той речи Которая была до записи Не упомянул Вот этих двух вещей Потому что я знал Что эти два человека Дополнят то Что я им говорил Какие-то без следителей Вы правильно Ты создал Кому никаким Не имеют Единственный вопрос Который меня Как говорится Беспокоит Есть ли у них технологии Каким образом Вот эти вот Умные их идеи Правильные поставленные задачи Каким образом Они собираются К реализовывать Мы же собираемся Сейчас Отвечаю Отвечаю Когда я до конца закончу И когда я сказал Давайте хотя бы попробуем Вот написать Такую статью Где каждый сформулирует Что он предлагает Тут же навался Что мы забалтываем тему Статья Потому что мы сейчас Видео делаем И по су Поехало То есть Статью не надо А 35 тысяч роликов Надо Статью на 8 Когда люди Противоречат Сами себе Когда у них идет Несоответствие То, что они говорят Про себя И то, что предлагают Другим Вот это меня Возмущает И все Я сейчас говорю Я с вами С компетенцией Ярослав говорит Как режиссер Не надо Объясняйте зрителям Давайте обсудим Как реализовать Ваши идеи Вот у меня что интересно Я смысл разговора Верю в том Как правильные ваши идеи Поэффективнее реализовать Хороший ролик Сделать сейчас Чтобы больше людей Посмотрели Что-нибудь Интересно Как сделать Отвечаю Существует Такая наука Политическая кибернетика И о великое счастье Мы как раз Сейчас беседуем Как раз И с создателем Этого термина И науки Александр Федорович Простов Политическая кибернетика Александр Федорович Что такое Политическая кибернетика Ну это управление Управлением Потому что Вимер Он немножко Так сказать Исказил Так сказать Оставив Только Так сказать Информацию А Платон Не оставь Обратную связь Ладно Платон Увиду Хасай Вот ты как-то Давай поспокойнее Платон Увиду Что Это как Корчин Это умение Управлять кораблем Что такое Умение Управлять кораблем Это знать Законы природы То есть По звездам Ориентироваться По году Предсказывать Знать Где какие-то Скалы Где что Второе Это умение Управлять командой Как социума И третье Это управлять кораблем Как техникой Поэтому я делаю Такой вывод Что Политическая кибернетика Это наука Об управлении Взаимодействием Систем Построенных На разных основаниях В том числе Природу Куда входит человек Виртуальное пространство И техника Виртуальное смысле Информационное Вот собственно говоря Я даю Такое определение Дальше я говорю О том Что Слишком много Информации Философы Размазали И что В отличие от западной Вот этой Размазанной мысли Восточная мысль Она все содержит В каких-то Ировольбер Символах Каждый символ Есть сам по себе История И плюс Я ссылаюсь На народную мудрость Это русские поговорки Пословицы Частушки Где люди Которые не умеют Ни писать Ни читать Из деревни Никуда не выезжали Но они живут С понятием Вот этот вот Термин Который перевели В уголовный Жить по понятиям Он на самом деле И есть Сущность И вот Есть люди Которые понимают Рождаются с пониманием Есть люди Которые живут Без понимания Конфуций предложил Четыре Классификации Таких людей Первый Это те Которые сразу Рождаются Сознаниями Их не надо Ничего учить Их просто нужно Дать Самореализоваться Вторая Это люди Которые Рождаются С пустой головой Они хорошо Учатся Отличники Вот всему Чему их научишь Они то и будут делать Третьи люди Их бесполезно Учить Потому что Они приобретают Знание Опыт Только методом Бропрошибах Собственных Пока он сам Парец в розетку Его тухом И стукнет Он не будет понимать Это Но он учится На своих ошибках А четвертая категория Это как третья категория Они даже на собственных Ошибках не учатся Но ступают На одни и те же Грабли Садятся в одни и те же Лужи Этих тоже людей Учить бесполезно Поэтому Миротворец Касай предлагает Таких людей Учить А вот у народа Есть такая поговорка Увидел пьяного Обойди Пьяного имеется ввиду Человек без понятия Поэтому Если мы собираем Людей с понятиями Им не надо долго Что-то разжевывать Объяснять Им понятно Многие вещи С трех слов А если вы В трое разговаривали Мы не понимаем Сейчас можете объяснять День, год Вы можете учить Его все равно И русская Мудрость говорит Что Дурака учить Только портить Не надо питать Перед свиньями бисер То есть я Ориентируюсь Не на вот эту Европейскую Так сказать Мифологию О всеобщем счастье Я ориентируюсь На народную мудрость Объявляем Это о каждой душе О каждой душе Надо сразу Донести Каждого человека Будут летать Как орел Вот на что я первый Если я тебе ответил На твой вопрос Я рад Да Каких? Не надо меня Учить Вот этим банальностям Которые я считаю Что они в жизни Не реализуемы Они как вот Миф Как идея Как какой-то Итаблон Идеальная модель Они могут существовать В сознании человека Но я еще раз говорю Людей обмануть нельзя Еще раз Вы читали Там был какой-то Который тоже На уши там всем пел Да Я уж не помню Как он Имя этого главного героя Но я помню образ Вот Знаешь Есть Попгапон Козел Который с колокольчиком Ведет Барановской Или пропасть Или на убор Вот я как это все Расследую Это моя личная точка зрения С ней можно не соглашаться Но меня переубеждать Не надо Потому что Я вижу Что это все Вот все ваши Аргументы Они не сработают Это моя цель Если ты мне покажешь модель Где вот эти элементы Можно собрать действительно В пазл А не в кубики Понимаешь Вот вы собираете кубики Которые При первом же цикле Роста или падения Они все рассыпаются Чтобы они не рассыпались Надо собирать в пазлы То что вы говорите Оно в пазл Вот так не собирается Оно Формируется Как кубики отдельные Вот Как отдельные кубики Это все прекрасно Замечательно Понимаешь Ну нельзя В одну телегу Забравить Как говорится Коня и трепет У вас всегда получится Лебедь Рак и щук Вот какую вы модель Не выстраивали идеальную Это будет у вас телега Которая Лебедь Рак и щук И будет один летать Другой плавать Третью полу Как ты прекрасен Как ты прекрасен в монологе Саша Как ты прекрасен в монологе Ну в диалоге И в триологе Как говорится Ты сбиваешь все Потому что ты Своей саблей Которой ты машешь Которой ты Давай ты не будешь Публично Не давать никаких оценок Ты рассказывай про себя Я метафору рассказал Я тебе не заказывал Давай мне характеристику Не надо Ты несколько раз сказал Что мы не понимаем Что мы такие Что мы не кубики складываем Ты дал нам оценки Я говорю Не надо этого делать А вы делаете Нет Почему ты нам дал оценку Почему ты нам дал оценку А тебе нельзя делать оценку Я признаю все ваши идеи Нет Александр Александр Как вы видите Написание статьи Тройственной Если у нас Совершенно разное Понимание Мы уже так писали Значит Мы предлагаем Три варианта Например Ситуации Как есть Значит Пишешь Ты Он И я Дальше Мы предлагаем Ситуацию Как надо Пишешь Ты Он И я И предлагаем Технологию Ситуации Как есть Перейти в ситуацию Как надо Ты Я Ну вот Будет всего Девять таких Как вот Ну ладно Вы всю жизнь Работали над технологией А я например Не работал над Детальной технологией И что Мне сейчас Все бросить И начать Трактацию Чнять Женщины Вот эти 500 Вот это И есть Технология Ты так И описываешь Что Ты хочешь Твою программу Включить В программу Будущих Президентов Использовать Это мелкая Тактика Мы ведем Речь Вот это Это Технология Что Ты Документ Вставляешь И Извините Это Самый Настоящий Механизм Реализации Твоей Идеи Что Ты Ее Хочешь Довести Как вот Хасай До Закона Используй Для этого Выборную Систему Почему Это Механизм Это Механизм Это Не Тактика Вот Когда Ты Это Тактика Какая Новизна Я говорю О том Что Эти нормы Законодательства Существует Вопрос Только В умелом Использовании Мы Можем Топором Мебель Порубать А можем Дрова Порубать Мебель Разрушение Дрова Он Говорит Давайте Каждому Кто идет Депутат И выдавать Сертификат На предмет Его Таскать Да все Вы все Приплели В разговор Мы же Не поднимали Эту Тему Речь Шла Об Об Образовании Депутата И Я Дальше Продолжил Что Среди Не лиц Принимающий Давай Напишем Че перебиваете Вот я пытаюсь Слово найти Вы перебиваете Александр Федоров Давай Напишем На бумажке Что предлагаешь Ты Что предлагает Хасай Не веди книги Ну вы дома сидите 24 часа Вам больше делать нечего А я дома бываю Считанные минуты Мне некогда Сидеть Писать Ну так не пиши А вы себе По другому Жизнь не представляете Вы только сидите За письменным столом Почему Не знаю почему Потому Уже какие-то Выводы А я говорю Ну а Ты вот Возьми Одну встречу Отмени Посвяти Три часа И напиши Статью Две страницы Ты вообще Писал Какие статьи Нет Он в другом Жанре работает Зачем Я вас спрашиваю Я не знаю Если он скажет Я статьи не писал Я от него отстану Я дал предложение А ты ему скажи Азанфирш Я статьи писать не умею Все Я от тебя отстану Нет У меня был период Я писал статьи Но при абсолютной Нулевом Заинтересованности Общества У меня происходит Выгорание Куда писать В стол Все Я тебя понял Ты хорошо сказал Первое Что ты занят Второе У тебя был опыт У тебя был опыт Но это выгорание Что как бы Ты для себя Вот все Мне больше ничего не надо Я больше никогда Ярославу не предложу Писать статью Вот это есть понимание И не буду тебе объяснять Что надо научиться Писать статью Да нет Статью можно писать Когда есть согласование А когда Нету согласия В товарища В чем у нас нет Я сказал Я согласен С вами во всем То есть возлюби ближних Вашими словами Единственный маленький момент Что я тебе говорю Что у вас нет технологии Реализации вот этих Да при чем тут нету технологии У меня вообще Вот я Вот майку сними штаны с меня Я был гол как сокол Ничего у меня нету И чего теперь Нет у меня технологии Они есть у вас Они есть у других Давай так Если это у вас колюбит Я беру обратно свои слова Что нужна обязательно технология Давайте без технологии Давайте вот как вы хотите Так и сделаем А вот у меня раз Нет Ключевой момент Ключевой момент Подожди Ты только что сказал Мы надеемся на политическую кибернетику Вот политическая кибернетика Как Веду-то сказала Это вещь очень конкретная Ты понимаешь Это нужно построить план Посчитать сколько нужно ресурсов Посчитать сколько нужно времени Вот политический кибернетик Цель и полагания Александр Федорович Ключевой момент Ты должен знать Сколько тебе нужно солдат Чтобы держать линию обороны Да послушайте Александр Федорович Дайте на концерт Я принимаю все, что вы предлагаете Без обсуждения Вот все, что вы предлагаете, я с вами согласен Еще раз, Александр Федорович Политическую кибернетику Еще раз Во что ее направить? Что является ключевым моментом? Хасай говорит Для чего технологии? Я говорил технологии, технологии Но на определенном этапе Я скорректирую курс движения Что технологии это только инструмент Для чего? Можно я скажу, отвечу Ты задал первый хороший вопрос Для чего мы живем? Давай еще скажи, для чего мы живем Можно я довершу свою речь? У тебя сразу все вопросы отпадут Можно я довершу? Потому что Вы сказали вначале Чтобы я был модератором И вы первый же нарушаете Все правила ведения Для вас нету А включен у вас микрофон Выключен Если бы ты мне сказал Как модератор Что я приеду к Хасарию И мы будем Ублить сейчас тебя обсуждать Да невозможно на все Еще раз Александр Федорович Даже в течение Я не сказал, что мы будем обсуждать Как организовать правильный Вот это и есть забалтывание темы Я что-то начинаю говорить Вы меня перебиваете Вместо того, чтобы дать мне договорить Мы начинаем обсуждать Ну, ваше вот это дальнейшее Вступление Потому что ты все с обвинениями начинаешь Ты меня вроде как претензию предъявляешь И мне это не нравится Ну, потому что это Ну, надо уметь слушать Нет, надо уметь говорить Чтоб тебя слушали Ну, я нормально говорю Нет, не как это говорится Как говорится Димитая беседа Я уже забыл, что я хотел сказать Вот смысл беседы Нет, смысл Хасари, вот послушай Для чего мне тратить время Да, он умный человек, Александр Федорович Но абсолютно не способен двигаться дальше В диалогу не способен У нас должна быть синергетическая диалога Под конец он скажет Я совсем согласен Начнет забрасывать Пиши текст и пиши того Ключевой момент не выяснил Еще раз Технологии для чего В освобождении человека Для чего Во-первых, потому что Социальная угроза становится масштабной То есть огромная безработица Незанятость населения Это Значит, наша задача какая Чтобы народонаселение росло или убывало Если убывало Тогда индустриализация 4.0 Ведут и говорят Для того, чтобы развивался человек Правильно Технологии Для чего Для освобождения человека Для чего В освобождении человека И тот отвечает Что Хасай говорит И у вас есть ответ Вы говорите Для чего мы живем Давайте послушаем ваш ответ Смысл жизни человека Заключается в том Чтобы познать замысел Творца По миру По отношению к миру вообще И лично себя в частности Поэтому все, что говорит Хасай Входит в последнюю часть Человек вас ждет Для того, чтобы познавать Если ему для этого Нужна, как говорится Одежда Дом Еда То он это тоже делает Для себя Но осознанно Поэтому все, что говорит Хасай Я с ним согласен Мы все делаем Рай до развития человека Я с тобой Свиду Ты согласен Что нет смысла Развивать никакой экономики Если в ней не видно человека А только будут роботы Поэтому я сказал Зачем обсуждать вещи С которыми мы заранее С вами согласны Потому что зрители Не слышали нашего обсуждения Мы впервые Это делаем Для зрителей Ну привет Значит ты говоришь У тебя роликов 30 И у него будет 30 тысяч Мы с вами втроем собрались Мы с вами О счастье О желаемом рай на земле Написано уже тысячу раз Вы тут не прямо открыватели И кто красивый Кто-то стихами сказал Кто-то целые книги написал Кто-то Библию написал Кто-то картины пишет А счастливые жизни человека на земле Говорит Не говорят только ленивые Да А новую научную парадигму Вот об этом ведут и сказала А новую научную парадигму Смысла мало Технологии Как это все достичь Вот Женщина не спрашивает Как ей рожать Она знает Она 9 месяцев Поросит и родит Понимаешь Вот точно так же Должно быть и в политической кибернетике И в экономической кибернетике Человек не должен Ломать голову У него есть определенный Алгоритм От нуля до единицы И он проходит этот путь Завершает его Делает какую-то Для себя Достигает цель Потом следующий алгоритм Он достигает следующей цели Следующий алгоритм А если он будет вот так вот бегать по кругу По спирали Там Искать будет не там где потерял А там где светло Тогда ничего не получится Я еще говорю Я с вами не спорю Я с вами согласен Я просто сказал У вас есть возможность Сделать следующий шаг От вашего замысла Очень хорошего Перейти к его реализации А вы меня обвиняете в том Что я не понимаю того Что вы говорите Что это Я говорю Это главное Александр Федорович Главное Развитие человека Главное Вся экономика Все существует Для чего Вы умеете останавливаться Александр Федорович Вот мы услышали Что вы переутомили нас Мы говорим Александр Федорович Вы продолжайте дальше Только сначала Вы меня переутомили А теперь слава богу я вас Я вам вернул Упоминал Все Молодец Ну потому что хочется На ваш Просто вы же Когда вы сказываете Длинные предложения Тяжело стенограмму Вытащить из головы Чтобы начать Трубать Показать Ну где вы не совсем Ну корректно Интерпретируете Сложившуюся ситуацию Давай говорить тезисом Это же мое было предложение Не надо тезисом Можно я скажу Одну фразу Позвольте мне Сказать одну только фразу Я сейчас додумался Да очень интересно С вами метафоры Чтобы понять Кто такой человек Человек Определяется тем Как он относится К человекам К людям К людям Вот я сказал Конфуция Относится вот так Вот Он считает Что 20% Таких Которые вообще Учатся Бесполезно Этим 30% Которые На своих ошибках Учатся И так далее Вот Конфуция Понятно Он так К людям Относится Кашпировский Сказал Я знаю Психологию Толпы Как никто Он К людям Относится Как к толпе И поэтому Он гипнотизирует Он Подчиняет Их Своей воле И внушает Улучшение Самочувствия Называя это Саморегуляцией Я в отличие от него Обучаю людей Обращать внимание На своих Инстинктивные Проявления Которые они делают Решая Какую-то задачу Если он Эти инстинктивные Проявления Свои Превратит В упражнения Поделать Несколько раз Он раскрывает У себя Эти творческие Качества То есть Я обучаю Людей Поэтому я гуманист И не считаю Что люди Это толпа Я считаю Что люди Это люди И поэтому Когда я Разговариваю С человеком Я пытаюсь Быть Я сопереживательнее Чем ты Поэтому Меня будут Больше людей Слышать И поэтому Я врач А ты политик Ты занимаешься Нет не политик Экономист И политолог Политолог Да Ты Вот Можешь На своем Своей Нише Общаться С людьми Я Спросил Обсуждать Меня Что за первым Меня доставили уже У тебя двойные стандарты Ты мне оценки даешь А себе не позволяешь Приводите Не надо Меня обсуждать Ты Нас же обсуждаешь И у тебя двойные стандарты Ты нас можешь Обсуждать Я Обсуждаю Не сижу Ключевой момент В легенде Нового Мировоззрения Это Возлюби Ближнего Своего Как самого Себя И экономика Изобилия О чем говорит Глобальная волна Позволяет Максимально Широко И полно Охватить Всю планету А у вас В голове Этого параметра Нету Вы считаете Нет у меня есть Параметр Ты в голову Но вы сказали Что вы считаете Что это невозможно А? Вы сказали Что это невозможно Опять Есть параметр Как идея Как мечта Я тебе сказал Что реализовать В том виде Как вы предлагаете Невозможно А он у меня есть Одно дело у тебя есть Другое дело Ты это используешь А мы не сказали Как его реализовать Подождите Я кроме того Я 10 раз Об этом спросил Ну Внутри страны Это реализовывается Путем победы На выборах Ну я тебе говорю Это очередная утопия Ничего Ничего На победу На выборах Ничего не достигается Вы не понимаете Что такое политика Я тебе сейчас говорю Я за то Чтобы Да нет Есть люди Которые считают Что земля плоская Что мы в матрице Что масоны не позволят Рептилоиды съедят Ну Это не я сказал Это все сказали люди Которые изучали Эту проблему Еще раз Когда Когда 1% населения Планеты Земля Имеет активов Больше чем 99 Они конечно Вам не позволят Это сделать Что тут необычного Ну а Вы находясь Насколько тогда Вы адекватны И вовлекаете нас В это адекватное действие Если вы знаете Этот параметр Что 1% Обладает 99% И никто Ничему не позволит Для чего Опять Ты знаешь Ты не услышишь Я сказал Существует метод Я же тебе сказал Метод зачистки площадки От носителей этих знаний Их обслуживают Люди Как раз Которые несут ложь И устаревшие знания Вот если мы их очистим Они останутся Без этого оружия Они сгадутся просто Понимаешь Когда Мы зачистим площадку От болтунов Понимаешь Вот эти люди С деньгами Они сами себя защищать Не умеют Это ваше предположение Что вы можете Зачистить площадку От болтунов Я тебе говорю Что это опять Это план такой А у нас может Не получиться А почему Это 100% Говорит что ли Во Вот наконец Начинаем приближаться К истине Да у тебя что-то Есть 100% что ли Нет 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 Я не об этом Просто вы говорите Что у нас не получится Как это мы мысли Есть такие слова Пускай наносит вред Врагу не каждый воин Но каждый в боеге А бой решит судьба Вот ты наверное Таких вещей Просто не знаешь А я знаю И поэтому это сидит во мне Мне не важно Как говорится Выигрываем Мы не выиграем Главное дело Что мы будем Пробивать вот эту стену Так как вот в том месте Где это как бы нам Порочено Судьбой Понимаешь Вот у каждого Своя судьба У Хасая людей лечить Тебя людей развлекать А у меня вот этими делами Нет почему лечить Я их обучаю Управлять Странно Почему вы меня В развлекавые записали Учить и обучать Ну сами себе придумайте Что вам интересно Не 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 Если у нас нету Даже там Это неправ даже В определении Чем мы занимаемся Ну опять Опять Вот скажи Давай я вообще Тебя упоминать Тогда не буду Да нет Ну почему Я тоже Вы меня записали Что я только развлекаю Я вам говорю Зафиксировать сознание Международной общественности Вы у себя в голове Значит ставите пазл Клоун Ну хорошо клоу Развлекаю людей Как выстраивать Просто коммуникацию Ну как Как выстраивать Тем более Что вы говорите Что ваш Вы сидели полчаса Хрень какую-то При меня говорили Я одно слово Про вас сказал И сразу вы возмутились Ты теперь понимаешь Почему я возмущаюсь Когда вы меня обсуждаете Тебе это вернулось Бурной рангом Еще раз Послушайте Вы потом посмотрите Этот ролик Вот и все Вы посмотрите Этот ролик Опять я посмотрю Этот ролик Я говорю Вы сейчас занимаетесь Клоунадой Я думаю Челка не разматривает Другое время Меня провоцируют Вы что специально Нет Вы нас сильно Очень критиковали В наших подходах Но вы Но выяснение Я больше не буду Я беру все свои слова Обратно Я вас ни за какие Подходы не критикую Делайте что хотите Саша Я хочу тебе просто сказать Ты же сказал Я психиатр Я со стороны смотрю Я участник событий Я его свидетель Я говорю о том Своё мнение Ты тут же его называешь Что я как будто оскорбляю Когда мы будем С людьми вести Какие-то диалоги Вот вы на них смотрите А вы вместо того Чтобы сделать то Что вам предложили Вы берете меня анализировать Это не надо меня анализировать Нет Это в первую очередь А как иначе Я с этим ежедневно Ну Постоянно Приходит автор Ты говоришь Ярослав Вот послушай Ты говоришь Мы с тобой 15 лет работаем Вот Чего ты со мной 15 лет работаешь Потому что Потому что Мысли есть умные А поведение неадекватное Да Диалоги Я тебе то же самое скажу Что у тебя мысли умные А поведение неадекватные И ты просто Своё поведение Можешь точно так же В интернете прочитать Поэтому я синергетическое Синергетическое Дай Я с ним пока Сейчас отдельно с тобой Я тебе ещё раз говорю У вас существует Ложное представление о себе Что у людей есть недостатки А у вас этих недостатков нет Да Откуда ты там Я спокойный И уравновешенный До тех пор Пока люди рядом со мной Начинают наглееть Вот и всё Я с тобой Первые слова Я с тобой нормально Разговаривал Нормально А когда вы начали Наглеить и меня В прямом эфире обсуждать Я вам сказал Получите бумерангу Вот вы и получили Саша Извини Вас влечёт обсуждение Ни цели проекта Ни средств реализации Вы готовы постоянно Десятый раз вспоминать Как вас что-то укорили Как что-то вспомнили Как вас обидели Пробувирали Давай опять вернёмся Я вам предложил Алгоритм реализации Совместной деятельности Вы с ним согласились Согласились Или вы с ним Не согласились Давайте обсуждать А вы не Навязали Он сидит Полчаса Рассказывает О своей работе Он это уже Тридцать пятый раз Рассказывает Саша А как ты думаешь Почему мы вдвоём Я тебя знаю Столько лет И Ярослава Знаю Потому что мы пришли С разными целями Я пришёл решить Конкретную задачу А вы пришли поговорить Я 15 лет вас слышу Вы только и делаете Что приходите В коллектив людей И какой-то пытаетесь Решить задачу А люди этого не хотят А вот я тебе говорю Приходишь А люди не хотят Нет Это значит Вы приходите Нет Значит вы может быть Не туда приходите Да вы всегда найдёте Объяснение Почему Но мы сказаем Слышим друг друга А вы не слышите нас Почему я Но совсем соглашаетесь Но потом опять спорите Что опять всё не так Нет Подожди Подожди У меня слой Я тебе сказал Как идея Как замысел Да Как замысел Но вы не первые люди Которые предлагают Решить этот замысел Ещё раз Александр Фёдорович Никто не предлагал Прорывные технологии Это да Как вы предлагаете Решить Нет А ты это всё совмещаешь Ещё раз Александр Фёдорович Мыслей О идеальной Утопии человечества Было множество Ну зачем перебивать Ну чё поддакивать надо Вы же не в пивной же Не в бане Александр Фёдорович Ну ведите себя прилично Ведите себя Пожалуйста Прилично Не надо поддакивать На каждое моё слово Можно дождаться Паузы Сказать Ярослав Ты завершил речь Ярослав Вы мне начинаете Рассказывать Потому что Мне абсолютно не интересно Брать на горе Или мы давайте Обсуждать Как мы будем Рисдовывать наш проект Или рассказывать Историю вопрос Ну это мы будем До утра Сейчас уже Пол четвёртого ночи Саша Извини пожалуйста Ярослав ехал Полтора часа сюда Вот опять Он начинает Нет Я по делу говорю Мы же живые люди И ты живой человек И мы живые люди Мы собрались Чтобы сделать Хорошее Полезное дело А при этом У нас идёт Раздрай Почему? Потому что Ты по своему характеру Обличая меня Например Что я тебя оскорбил Я обнаглел Ты используешь Такие слова Которые разрывают Коммуникацию Ты к себе Примени эти слова Относись к человеку Так как ты хочешь Чтобы он к тебе Относился Это же Главное Я вам такой же совет Относись к другим Как ты хочешь Чтобы он относился К тебе Я же не сказал Что ты Почему вы не делаете Не то, что я вас прошу Я же не сказал Что ты обнаглел Я же не сказал Что ты Вот ещё раз говорю Я не хочу вас обсуждать Ни ваши качества Человеческие Ни то, чем вы занимаетесь Я и Ярослава не хочу обсуждать Ни его человеческие качества Если вы не хотите обсуждать Если вы не хотите обсуждать Чем я занимаюсь Какого-то интересного проекта Давайте его решим Вы начинаете провоцировать Меня обсуждать Надо понять компетенции Других людей На формулирование Выписывание Самообладание Дискутирование Попробуем написать статью И там всё увидим Кто чего умеет Как формулировать Вот и всё Ну напишем А зачем мы тогда камеру Зачем мы камеру включили А знаете, что предлагает Он согласился написать статью Он пусть напишет Хорошо, хорошо Но камеру зачем тогда включить Зачем тогда включить Камеру предложил я включить Потому что Александр Фёдорович Десятилетие Работает в своём алгоритме Десятилетие Что-то пишет Куда-то там пишет Я не видел Ну где Рейтинг цитируемости Есть такое Александр Фёдорович Всё зачищает площадку А если деньги надо заплатить В Академию международную Деньги заплатили Мне каждый раз пишут Вас опять процитировали Вас опять процитировали Вот самое глупое Это сколько раз Тебя кто процитировал Да просто На словах На понятиях Скажите Просто может быть Ярослав Ты русский язык Понимаешь Ты сказал Перестань Меня обсуждать Что тут такого Может тебя не обсуждать А как мы можем Сойтись В авторстве Не-не-не Я с вами не собираюсь Знаете как называются Наши отношения Они токсичные Он опять Блин Остановиться Ты можешь? Мы остановились Ну и что И всё Мы с Ярославом Не договаривались Тебя обсуждать Это происходит Спонтанно Из-за твоего Поведения Стоп Стоп кадр Стоп кадр Стоп кадр Вот Обсуждайте между собой Как вот лучше Ваши идеи Соединить И реализовать А я послушаю С удовольствием Меня не обсуждают Ну ты же сам Перенос обсуждения Модели На личность На личность Возникает конфликт Да Причём С оскорблениями Да Вы что бы Я это воспринимаю Как социальное Ну И получается Что дальше Как выстраивать А статью Типа давай писать А у меня возникает Ну а как писать статью Когда Ну вот Понятно Можем Разговорить Да А когда Статью писать Как нам Вот это всё Выписывать Когда мы В словах Не можем договориться Голосом Саша Вот я тебе Просто скажу Очень часто У людей Ты сейчас скажешь Я не спрашивал Твоего мнения Вот это твоя Манера разговора Она немножко Как заноза Понимаешь А написание статьи Это и есть мнение А если мы не можем Его словесно Проговорить Как мы его Пропишем вообще Тогда Написание статьи Предшествует Беседы людей Беседы Согласование Видения Выстраивают Свою общий Единый концерт А вы хотите Получается Как это Индустриализация 4.0 Есть пазл Хасая Есть пазл Ярослава Они разно Не важно Там они друг с другом Как это Соотносятся У этого Идею взяли У этого Вроде Там Можно срастить Да Срастили А вот и не сращивается Коммуникация нужна Коммуникация Синергетический Диалог Все Все Давайте мы Выложим Этот сюжет В интернет Посмотрим Что будут Писать Зрители И от этого Будем Отталкиваться Работа Над статьей Продолжается Мы показываем Зрителям Как происходит Коллективное Написание Статьи Где Нужно Не подмахивать Общественному Мнению Сложившимся Научному Научной Парадигме Айди В разрез И в разрез Идут Получается Единицы Совершенно Самостоятельными Какими-то Сформированными Точками Зрениями И С малым Опытом Согласования С другими Реализованы В проектах Согласовывать Мы можем Всю жизнь Мы все Только и делаем Что все Согласовано В тех Каких-то Процессах А вот В какие Большие Проекты Это выросло Или Существует Вот это Вот Задача Показать Нашим зрителям Как в течение Какого-то Времени Мы пройдем Придем Там Придем Кстати Не придем И как Будет выстраиваться А заодно Сними пожалуйста Пару моих Картин Уже снимал Прослав меня Как художника Однозначно Прослав меня Как художника Чтобы нашелся Этот Олег Ну предлагаю К выкладыванию Вы можете Конечно Поставить Запрет Но я считаю Что Хасаю Нравится Это же интересно Человек Зритель Смотрит И вдруг Картины И вдруг Да не про картины Имеется ввиду Что мы Вот Час Двадцать Идет съемка С различным Эмоциональным Накалом А Александр Федорович Считает Что это Абсолютно Пустой Материал Как Нет Я тебе сказал Убери вот этот Где мы Спорим Там Двадцать Тридцать минут А остальное Оставь Зачем Убирать Нет Это шикарный Материал Я считаю Что это Наглядно Показано Вырежи Оставь Он будет Использовать Как учебный Материал Начинается Я выложу Исходник А там Режьте Как хотите Потом Определимся Да Я Все Я тебе Даю Предложение Я говорю Что Вот этот Базар Который Был Да Если Вы оба Считаете Что это Полезно Выкладывай Вы оба Считаете Что это Полезно Я считаю Полезно Очень Потому что Там Просто Слов Из писем Не выбросить Если мы Что-то Вырежем Ярослав Я уже Тебе Сказал Если Вы оба Считаете Что Нужно Вырежить Я же Сказал Вырежи Все Хорошо Александр Федорович Вас Можем Отпускать И тогда Сейчас Я заканчиваю Съемку Картина Да Только Когда я Отключусь Не надо За моей спиной Там Ничего Добавлять Договорились А что Там Добавляешь Ну конечно Естественно От Ты Елкий Панк Меня Не надо Ничего Добавлять Я сейчас Отключу Да мы Тебя Ломо Уважаем О чем Там Речь Может Быть Мы же Не напрасно Так Встретились И мы Знаем Друг друга Не один Год О чем Ты говоришь О чем Мы там Такого Нового Были Двадцать Аблика Было Такое же Мнение А сейчас Я Например Уже Могу По мне Допустить Что Отключусь А вы За моей Спиной Будете Продолжать Абсурды Ты знаешь У меня Один Товарищ Был Который Все Время Искал В людях Вот Эту Занузу Вот Например Мы с ним Разговариваем Он Говорит Все Переходим К картину Все Александр Федорович Большое Спасибо Отключился Все К картину Переходим Ты Меня Я Прям Скажу Это Ты Меня Прослав Ярослав Как Выдаешься Картины Шедевры Такие Найдется Какой-то Олигарх Который Купит У нас Эта Картина И мы Нашу Школу Часть Будущего Продвинем Так А почему Олигарх Купит Олигарх Посмотрит Например Или кто Скажет Но в чем Тут гениальность Как определить Гениальность А ему Его советник Который Там Ему Покупает Картины Скажет Какая Вещь Великая Допустим Да Не Ну Потому Что У меня Вообще Хорошие Картины Между прочим У меня Очень Хорошие Картины У меня Много Выставок Было Последнее Было Дима Вот Год назад Ты знаешь А это Вот Очень Хорошая Картина Смотри Как Знания Несет Как Данка Там Очень Интересная Картина Я Кстати Картины Сопровождаю Иногда Объяснениями Как В Выставочном Зале А вот Он Эти самые Маленькие Кузыри Надувает Мечтает Размечтался Размечтался Вот Посмотри Какая Хорошая Картина Вот Эта Картина Называется Глазами Вселенной Посмотри Какая Вот Она Сверху Смотрит На нас На весь Земной Род Человеческий Наблюдает Что Мы Там Делаем Сейчас Нам От Ковидов Спасаются Люди И так Далее Она Думает Да Глазами Вселенной А Эта Вот Картина Которая Я Там В Беседе Сказал И Участник События И Его Свидетель Во Видишь Как Здорово Мне Нравятся Мои Картины Я На них Много Времени Трачу Я Работаю До Тих Пор Пока Душа Уничтожна Появится Вязальщика Это Знаменитая Картина Ее Многие Знают Потому Что Я Под Этой Картиной Выдавал Свидетельство О том Что У меня Специалист Подготовлен По методу Саморегуляции Ключ И Делали Фотографию Вязальщицы Я Тебе Еще Покажу Хорошую Какую Небось И Больше Не Буду Себя Задерживать По Времени А Это Танцовщица Я Ее Тоже Выписывал Долго Столько Версий 60 Версий Наверное Я Сделал Танцовщица Еще Хотел Поймать Вот Это Выражение Вот Этот Танец Да Вот Это У Нас Сейчас Покажу Столик На Двоих Там Море Столик Чайки Сейчас Еще Покажу Это Пианист Так А Это Совсем Я Нарисовал Эти Я Там Бот Рисую Допустим Были Пять Лет А Это За 40 Минут Я Нарисовал Называется Эволюция Совсем Не В Своей Манере Я Сделал А Это Как Вселенная Рождаются Цвети А Это Я Нарисовал После Олимпийских Игр Я Готовил Психологическую Подготовку Национальной Сборной По Парусу В Китае Ездил На Олимпийские Игры И Там Потом Я По Приезду Назад Хотел Всем Нашим Участникам По Картине Нарисовать Тренером Спортсмены Но Они Потом Не Пришли И У У Несколько Картины Остались Я Теперь Рад Что У 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 Что Никакого Первозванного Греха Не Было Это Был Выбор Потому Что Змей Там Говорит Это Свеж С Древа Познания Плод Она Говорит Отец Не Видел А Он Ей Говорит А Знаешь Почему Она Говорит А Почему Останете Как Он А Он Ж И Хотел Чтобы Человек Стал Как Он Он Ж Там Написано Решил Бог Создать Человека По своему Образу И Подобию То Потому Что Бога Никто Не Видел По Сути Он Живетворец Создатель Стало Быть Бог Человек Это Творчество И Поэтому Я Говорил Сейчас О То Что Надо Закон Чтобы Госдума Приняла О Защите Творца В Человеке Потому Что Они Очень Там Расплечены Это Мацинадство Благотворительность Об охране Авторских Прав Интеллектуальной Собственности Ты Очень Точно Сказал Что Именно Потому Что Они У Нас И Патенты Всякие И Прочее Не Защищают Человека Поэтому Наша Страна Беднеет Этим И Кто Угодно В Каких Странах Хотят Этим Пользуются Развивают Свои Возможности А ведь Там Как ты Сказал И Корневые Котенты Которые Эпохи Открывают Это Ты Правильно Сказал Я Тебе Покажу Одна Последок Хорошую Картину Даже Две Покажу Вот Цвети Это Дадам Они Очень Любят Такие Вот Завершенные Красивые Где Все Понятно А это Посмотри Еще Хорошая Правда Это Одним Мазком Одним Движением Движением А вон Там Картина Называется Крамер Это У меня Была Приятница Из Лизани Она Психолог Она Водит Хороводы Мы Мы С ней Здесь Показывали Разоблачение Танца На стеклах Разбили Бутылочные Стекла Она На них Прыгала Танцевала Там Самое Главное Чтобы На стеклах Когда Поча Принимает Форму И мы Это Показывали В нашей Школе Человек Большего Хоров Куторых Я Потом Нарисовал Ее Образ Ее Фамилия Крамер Анастасия Крамер Я Написал Эту Картину Она Называется Крамер А Вон Та Картина Называется Райское Дерево Планеты Эдем А Вот Здесь Был У Меня Искусствовед А Это Называется Обидеться Она Его Уговорила Поехать В Египет Отдохнуть В отпуск Приехали Она Там Массажистом Умыв Влеклась Он Обиделся Вот Он Сидит Он Уже Там Он Уже Там Парус Там Уже Там Она Смотрит Видишь Как Она Смотрит Простит Или Нет Да А Вот Эту Картину Она Имеет Такую Легенду Бедный Отец Называется Он Грузчик Один Вырастил Дочь Всю жизнь Родился Ради Нее Она Выросла Стала Знаменитым Художником И Написала Эту Картину Бедный Отец Ее У меня Видел Искусствовед Очень Известный В мире Искусствовед Был у меня Виталий Пацюков Он Членков И так Далее Мощный Искусствовед Как он Увидел Говорит Слушай Какой Шедевр У тебя У меня Много Хороших Партин Пойдем Еще А Вот Я тебе Покажу Последнее Ладно Последнее Чтобы не Задерживать Но Это Здесь Вот Скрипачка Скрипачка Это У меня Одним Мазком Тоже Нарисовано Одним Движением А Это Ну Как Ковер Картина Видишь Это Девушка С Дудочкой А Вон Цветы Вон Цветы Ну В общем Я Хороший Художник Сумов Нет Кто В этом Разбирается Сразу Почувствует А Вот Тоже Я Солен Пис Кофе Привез Парусах Вот Святые Хорошие Тоже У меня Есть Еще Знаешь Картина Которая А Это Рождественская Ночь Перед Рождеством У меня Есть Картина Которая Прямо К Сегодняшему Дню Она Называется Ну Вот Это Это Елена Елена А Вот Эта Вот Картина Она Называется Бывшие Вот Они Стоят На Перепуте Это Как Наши Сегодня Обнищавшие Люди Все Потерявшие Бывшие На Перепуте Стоят И Вот Размышления Что Будет Завтра У Наш Школа Как Раз Человек Будущего Может Переди У них Как Раз Будет Свет Бывшие А Может Бывшие Одним Москву Ну Прямо Так Монолитная Картина Очень Хорошая У Меня Друг Лев Мелехов Один Из Лучших Фотографов Вот Там Его Книга Лица Знаковые Фигуры Нашей Эпохи Я Покажу Тебе Он Когда Я Увидел А у Него Вкус Есть Ой Какая Картина Я Говорю Я Твоей Внушке Подару Но Он Не Забрал Я Тогда Он Говорит Нет Нет Пускай Это Говорит Хорошая Картина Может Из Вежливости Говорят Нет Потому Что Не Про Все Картины Говорят У У У У Говорят Гонки Парус Я Эту Картину Рисовал Из За Этой Шапочкой А Вон Солнышко Она Как раз Эта Шапочка Ну Как бы Перекликается И Вот Там Волна Желтая Тоже Как бы Перекликается То Что Держит Целость Из Картин Вот Эта Перекличка А Последняя Картина Которую Я Рисовал И Рисую Сегодня Дописываю Называется Последняя Сигарета Я Каждому Вебинару Провожу Когда Рисую Картину Тоже Я Проводил Вебинар Как Отвязаться От Вредных Привычек Это Очень Хорошая Картина Но Когда Особенно Женщины Смотрят Вот Доните Они Говорят Сигарета Ей Мешает Но Это Сейчас Так Да Если Б Я Это Показал 20 лет Назад Никто Б Не Обратил Внимание А вот Наша Школа Человек Будущего Кома Хутунс У него Рука Кстати Говоря Левитирующая Милтон Эриксон Один Из Выдающихся Психотерапевтов Планеты Который Создал Эриксон Гипноз Так Называемый А С его Материалов Сделали НЛП А Человек Который НЛП Привез В СССР Алеша Ситников У меня Учился Еще В Махачкале У меня был Центр Самой Глаз Человек Какому Которосу Он Обучал Левитации Руки Обучал Левитации Руки И тогда Значит Я написал Одну книжку Которых У меня 25 Часть Из них На разных Извиниках Мира Поэтому Метод Ключ Знает И он Обучал Левитации Руки Но В гипнозе А я Это придумал Потом В центре Подготовки Космонавтов Эти приемы Левитирующие Для моделирования Состояния Невесомости У космонавтов На земле И Сейчас Миллионы Людей Этим Пользуются Частями Этой Методики Для Снятия Стресса Антистресс И подготовки К экстремальным Ситуациям А это Поющие Нацелены Это Очень Сильная Картина Живопись У меня Многослойная Они Очень Тяжелые Это Я Ищу Ищу Цвет Прямо На Холсте Есть У меня Книжка Одна Которая Как раз Таки Посвящена Милтону Эриксену Который Придур Этю Этю Девятацию И Аль-Газали Одному Из Толпов Суфизма Который Сказал Познание Бога Начинается С познания Себя А вот Как раз Таки Картина Которая Расскоряет Вот Это Взаимодействие С Вечностью Вечность Над нами И Внутри Нас О нас Освечай Задумавшись Ну Вот Там У меня Еще Много Картина Так Пока Не Буду Больше Тебе Загружать Эти Вдруг Ты Меня Прославишь Потому Что У тебя Имя Ярослав И Хорошая Профессиональная У тебя Съемка Прямо На ходу И Называется У тебя Глобальная Волна Вдруг На эту Волну Попадется Какой Нибудь Мужик Купит У нас Картины И Мы Поднимем Нашу Школу И Самая Главная Идея Подготовки Кадров На всех Уровнях Обучения Людей Начиная Со Школы Чтобы Они Учили Каждого Человека Чтобы Мог Работать С Неопродиженностью Попадая В точку Неизвестности Мгновенно Ориентировался Мгновенно Изобретал Правильное Решение Совершал Правильное Действие А не Терялся Как Сегодня Когда Столкнулись С новым Веком Информатизации Все Растерялись Запаниковали Кто-то Этим Воспользовался Встал Встал Манипулировать Хасай Ну как Вот Эта Мысль Что Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себе И Создал По образу И подобию По образу И подобию Какому Что Создателя Что Нет Создатель Каждую Творину Любит Получается Да Одинаково Да Соответственно И каждый человек Должен Относиться К другому Каждой Творине Так же Конечно Чувствую Бесценности Живому Конечно Даже Все пророки И все Религии Начинаются С этого Возлюби Ближнего Относись Человеку Так Как В себе Вы Хотел Относились Да Но Какая Здесь Глубина Получается Когда У тебя Есть Новый Научный Парадигма И У тебя Есть Не Клочки Знаний А Стройной Теории Единого Поля И Всего То Тогда Ты Получаешь Что На Волновом Уровне Ты Не Отделим Ни От Чего Что Ты Есть Сплошная Среда Всего Совсем Да Правильно Поэтому Звезды Над нами И этика Внутри Нас Сказал Кант Все Верно Связано Просто Сейчас Науку Человечности Надо Продвигать Потому Что Религии Тысячелетиями Развивались И Дух Идеи Вот Этой Которой Ты Говоришь Выучился А форма Осталась Традиции Там И так Далее Поскольку Прогресс Всегда Ведется За Наукой А Наука Она Не касается Религии Это Научная Картина Мира То Сегодня Как раз Эти же Самые Истины Возлюби Ближнего Самого Как Самого Себя Относить Человеку Так Как Ты Хочешь Чтобы Он Относился К тебе Чувство Переживания Потребность В сотрудничестве Созидании В сотворчестве Из чего Человечество Не выживет Надо Уже Как Науку Преподавать А у нас Метод Крюш Нужен К этой Науке Как Отмычка Открывающая Эту Науку Почему Поэтому Александр Федорович Предлагает Ваш Метод Как Один Из Элементов Технологии Как К этому Прийти Он Сказал Это Может Быть Как Тактический На самом Деле Это Стратегический И Тактический Стратегический То Что Ты Сейчас Сказал И То Что Я Сейчас Сказал О То Что Вселенная Вселенная И Человек Во Вселенной Взаимосвязаны Потому Что Законы Вселенной Те же И Наш Мозг Это Лаборатория В которой Законы Вселенной Изом Ну Как Сконструированы В концентрированном Виде В этой Человекной Коробке И Вот Одно И то же Человек В природе И Поэтому Оказывается У него От рождения Все ресурсы Есть Чтобы Стресс Снимать Когда Он Нервничает Он Невольно Дрожит Потому Что Повторяемые действия Снимает Напряжение А люди Этого Не знали Вот Я На Олимпийских Играх Китая Парень Пришел Ко мне Дрожит У меня Через Два Часа Гонки Может Пойти Массаж Сделать Я Говорю Дрожишь Трясет Мандраж Называется Я Говорю Встань Потрясись Он Говорит Что Я Дурак Что Ли Говорю Потрясись Природа Тебя Заставляет Потрясись Чтобы Снять Напряжение Переврешением Твоей важной Задачи Природа Тебе Помогает А ты Не слышишь Потрясись Он Стал Потрясся Потом Сел И Говорит Слушай Что Ты Со мной Сделал Ты Что Лолшебный Говорит Что Такое Почему Так Все Не Делают Слушай Страх Ушел Ушел А Волнение Ушел А Все Не знают Это Уже Метод Что Надо Потрясись Надо Завершать Что Надо Надо Просто Вот Так Трясись Теперь Быстрее Потом Медленнее Теперь Замри А Теперь На свой Автотем Ты Просканировал Высокую Частоту Низкую И Теперь Раз И Теперь Выйди На Производное Потрясись Производное Теперь А Ты Уже Втрашиваешь А Теперь Давай Как Милтон Александр Самостоятельно Представь Что Руки всплывают Сам Не двигай Ты Не сам Двигаешь Механически Ну Двигай Конечно Они сами Не подниматься А ты Подниматься Не подниматься А я Тебе Уверяю Если Ты Сделай Следующее Если Ты Снимешь Шейно Грудной Зажим Хлёст Хлёст Сделай Упражнение Хлёст Можно Это Что Да Ну Вот Это Да Да Ты Вон Там Свободнее Бросай Свободнее Сейчас Вот Сюда Отведите Хасай Свободнее Бросай Да 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 Так Люди Делают Перед Першком Воду Воду Нет Задачи Прыгнуть Воду И Они Снимают Зажим Не Намышленные А это Оказывается Можно Перед Экзаменом Сделать И Можно Сделать Перед Срез Тестом Чтобы Руки Расходились Они Пойдут Вот Ты Снял Зажим Раскрепостился А теперь Держи Руки Перед Собой Просто Думая О чем Думается И Одновременно Думая О том Что Они Расходятся И Когда Тело Начинает Качаться Ты Этому Не Мешаешь Куда Расходятся В Разные Стороны Вот 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 Ты Сам Механистик Двигаешь Или Они На Автомат Вошли Ну Сложно Так Срать Но Понятно Что Мышцам Я Даю Команды Ну Да Ты Ты Двигаешь Но Только Минимальным Усилием Вот Тело Качается Пускай Качается Теперь Их Опуская Ожидай Что Как Только Ты Их Опустишь Они Сразу Пойдут Наверх Настрой Сем На Только Ты Это Делаешь Уже Не Механические А Принцип Левитирующие Вот 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 Отпусти Отпусти Ты Просто Не думай Об этом Они Сами Будут Влетать Это Физиологический Эффект Я понимаю О чем Вы Говорите Ты Чувствуешь Это Да Чувствуется Как Руки Прям Начинают Парить Хороший Эффект Ну Конечно А В этот Момент Если У тебя Был Стресс Если Ты Сделал Вот Так Это Я От Человек Будущего Если Ты Снял Напряжение Попробовал Пошло Соединилось Умственное С действием Телесным Когда Соединение Происходит Ментальности То есть Птических И физиологических Процессов Согласование Стресс Падает По закону Сохранения Энергии Стресс У нас Это Очень Высокое Напряжение Для того На поисках Решения Потому что Чем Выше Напряжение Тем Условно Говоря Колесо Перебора Решения Быстрее Крутится Поэтому В стрессе Мы Прямо Зависаем В этом Напряжении А это Сразу Снимает Ты выходишь А этим Ты проверяешь Еще больше Снимаешь И ты Стресс Если Здесь Было Десять Это Стресс Это Шторм То Ты выходишь На стиль Безмятежности И там У тебя Открываются Чувства Тория Человечности Потому что Там Одновременно Участник Событий Его Свидетель То есть Ты эмоционально Решаешься Задач Которые Ты решал В которых Ты находился Внутри И ты Стал смотреть Отстраненно Ты Начинаешь Понимать Кто ты То есть Самоидентификация Происходит Чего ты Хочешь Как этого Лучше Достичь Это же То Чего Надо Учить Человек Начиная Со Школы Потому что Проблема Школы Заключается В том Во-первых Что Мы Учимся Оперируем Большими Объемом информации Не вникая В суть Вопроса А второе Мы Системе образования Должны решить Вопрос Каким будет Человек Будущим А он Как раз И должен Быстро Уметь Стресс Переводить Стресс-трамплин Для своих Достижений Вот У меня Стресс Случился Напряжение А я В этот Момент Вспомнил Мне Картины Надо Дорисовать И Эта Энергия Напряжения Перешла Туда Я Потом Картины Рисую То есть Людей Учить Из трагедии Создавать Произведение Ну Необязательно Картина Решение Любой Задачи То есть Не Просто Снимать Стресс Как делают В йоге Медитации И так Далее А Использовать Энергию Этого Напряжения Для Развития И Решения Нерешаемых Задач Это Другой Уровень Образования Обучения Подготовки Кадров Но Там Когда Человек Выходит На Безмятежность Он Становится Человеком Потому Что Когда Он В стрессе Он Ситуация Выживания И У него Бей Беги От Ступеней Инстинктивно Да А Когда Он Выжил Из стресса Он Становится Человеком У него Там Появляется Способность Слышать Другого Слово Переживать А когда Он Встресс Кроме Убрать Панику Ни О чем Так Он Думать Не Может Поэтому Это Глобальная Задача И Стратегическая И Тактическая То есть Наша Школа Чехбучия Это Не Просто Методика Это Сама Философия Что Человек Попроводит Творец Ему Мешают Творить Стресс То есть Перенапряжение И Обучаясь Управлять Своим Состоянием И Обучаясь Использовать Стресс Как Энергию Высшую Высшую Дезэнергию До своих Целей Ну а В помощь Методу Ключа Дорогие Друзья Есть Конечно же Глобальная Волна Которая Внедряя Прорывные Технологии Позволяет Минимизировать Стрессовые Ситуации По Планете И Государственная Доктрина Всех Государств Для всех Управляющих Структур Как раз Направлено На то Чтобы Самого Младенчества Пояснять Разъяснять И создавать Навыки У подрастающего Человека Вот этот Навык Саморазвития Да да Я тебе больше Скажу Мы берем Детей Они же дети Сами Все время Делают Вот такие вещи Это у нас Упражнение Шалтайбол Естественно Когда ты Возвращаешь Ты ходишь на работу Еще что-то Скажешь Ты что Как дурак Болтаешься Да Да Он снимает Направлено Особенно в костюме Или там Галстанске И через 5 минут Говорит Добр Еще То есть Я говорю Что Уже неохота Я говорю Вот тебе упражнение Поделай несколько дней И на экзамен Пройдешь уверенно И он несколько дней Поделал На экзамен Пришел уверенно И знал Хорошо Вот подход То есть Мы берем Инстинктивные действия Человека Которыми он Невольно Защищается От стресса Решая Какие-то вопросы Превращаем их В упражнения Для него же Он их делает И научается Как называется То что у него Инстинктивно Происходила Как защитная реакция Он переводит На уровень Сознанного Исполнения В виде упражнений И через некоторое время Научается Управлять Своим состоянием Когда стресс У него возникает Он быстрее Быстрее Там уже Без этих трясок Вопрос Вы зная Ну примерно Как нам показывают Картинку Как мы видим В интернете Самостоятельно Общую температуру По больнице В отдельных Ее палатах Проговорили Принципиально В принципе Вот идеальное Будущее Куда мы хотим И каким образом В сегодняшнем дне Что делать Используя Те инстинктивные Действия По защите От стресса Которые люди Предпринимают А все борются За деньги За статус Еще что-то Понятное Это тоже нужно Для выживания Да Каким образом И состояние Сегодня Вот перейти Туда в идеальное будущее Мы с тобой Этим сейчас и занимаемся По существу Если человек Смотрит это видео Заинтересовывается У него есть дети У него есть теща У него есть там Брат Или допустим Начальник Теперь им будет лучше Понимать Почему начальник Когда приходит домой Еще на детях Срывает Надо его просто Научить Так у меня Первый миллионер СССР Тарасов Артем Тарасов Да Так он Сделал себе карьеру Он же своих Знакомых Учил моим Приемом И там Когда Полонский Там Проштрафился Там что-то На каком-то острове Показывал Мои приемы Я Полонского Тарасов Тарасов сидел На телевидении Я же видел Так это же ключ Понимаешь В чем дело Это уже Научить Начальника Во-первых Понять можно Почему Некоторые Трисуноводы Почему Вот футбол Смотрит Там один Тренер Ведущий Был Который Все время Сидел Почему Грибинчуков Когда сидит Качается Он стресс Снимает Он свободный Человек Почему В культуре Это запрещено Потому что Один ногой качает Может этот ритм Раздражать Другого человека Другой уровень А почему Евреи были умные Потому что В школе Разрешают Ногой качать А в нашей школе Не разрешали Я не говорю О национальностях Я говорю О элементах культуры Потому что В некоторых культурах На Кубе Все счастливые Здоровые Потому что Несмотря на бедность Потому что Они все время Танцуют Ну вот именно Вот именно Вот именно То есть Там где есть Совпадение А у нас В СССР К сожалению При всем В нашем могуществе Чем можно гордиться Были такие Недостатки Был элемент Тоталитаризма У нас было Авторитарное Обучение Директивное И неподвижная Поза У ученика И профессор Мой друг Базарный Он стойку Специально Сделал Как у Пушкина Чтоб человек Состоял Писал Он профессор По автормологии И он говорил О том Что Вот эта Неподвижная Поза Создает Остехондрозы Очень много То есть у нас Были педагоги Очень сильные Миша Щетинин Товарищ Май Который Делал Свою школу К сожалению Нету Миша Щетинин То есть В СССР Были Прорывные Технологии Но Внедрение У нас Было Затрудненное Я Этот ключ Создал В 91 Году Миллионы Людей Пользуются Чтобы Снимать Стресс Уже В школьном Учебнике По Десятых А детских Классах Профессора Батвеева По физкультуре Уже Есть Синкродимнастика По методу Саморевляции Ключ В пятклассических Упражнений Но Там нет Еще Добавления Что Теперь Вы можете Сами Себе Создавать Упражнения Из своих Собственных Инститивных Действий Например Вы Пронаблюдаете Когда Вы решаете Какую-то Сложную Задачу Например Вам позвонили По телефону И говорят Там Срочно Надо Кому-то Помочь И ты Начал Нервничать Думаешь Как же Сделать Вот Понаблюдай Какие действия Тебе хочется Совершить Возьми Сделай Из этого Упражнения Пару раз Поделай Эти действия Я такие Секреты Рассказываю В мире Такого континента В мире Нет того Что я делал Последний Луминар Я говорю Вспомните Свой Счастливый Момент В жизни И Вот этот Ресурс Памяти Вот это Воспоминание Когда Вы были Счастливы Допустим Двадцать лет Назад Вы стояли У дерева Арбуз Ели Или с девушкой Танцевали Ну вспомните И промоделируйте То есть Возьмите В пустую комнату Без арбуза Без чего Совершите Те самые Действия Руками Ногами Телом Там Поворотом Головы Как вы делали Тогда И люди У меня делали Сложу Это просто Поразительно Они говорят Происходило Это изобретение Вот если Изобретение Использование Известного Устройства Нового назначения А это Изобретение Использование Прежде Испытного Состояния В новом Применении В новом Назначении Так у них И стресс Снялся Каждый Играл В свою Игру Вот сейчас Очень модно Среди Психологов Говорят Взрослым Очень полезно Играть В игры Для взрослых Но они Не рекомендуют Играть В свою Игру Вот я Предлагаю Это Катета В мире Нету Ты сейчас Покажешь На видео Люди Узнают Почему Я не боюсь Там был вопрос Один Когда мы говорили Как сделать так Чтобы Ну чтобы Миллионы Люди Знали Секретные Вещи Да Но при этом А чтобы не попало В руки Плохих Людей Да Я так делаю У меня много Книг Почему Вот этого контента Уникального Уникального Я не боюсь Что люди Узнают Я это Изобрел Но мне Немного Потому что Чем больше людей Это будет знать Тем меньше будет Ущербных людей Которые будут им манипулировать Вот в плохих целях Применять И поэтому Чем больше знает людей То есть защита от дурака Как говорит Александр Федорович Заключается Не в зачистке поля От дураков Распространение знаний А в повышении Общего уровня образования Конечно Вот оно Молодец Ярослав Молодец Правильно Не зря твоя глобальная Ванная работает Правильно Образование От образованности Людей Что за вещь Именно Наши невежества Не только образование Что вот эти технологии Создают максимально Доброжелательную среду Когда у людей Когда Из социума Убираются Убираются Причины Возникновения Конфликтов В межхозяйственных Взаимоотношениях То есть людям Не надо бороться За ресурсы За территорию За воду За еду Потому что Все это можно Автономно Производить В любой точке Планеты Земли Да конечно Конечно Ну что На этом будем Завершать сюжет Спасибо Вам спасибо Дорогие друзья Будем ждать Продолжения Ну а картины Картины Если кому-то Приглянулись Контакты Хасая Магомедовича Есть в сети Можно все Легко найти Я пошутил Это не рекламный Плакат Моих картин Нет Это просто Был повод Если вы Занимаетесь Саморегуляцией Ключ У меня Сколько в школе Потеряла Дар поэтический Маринина Маринина Которая детективы Писала Она с помощью Ключа Восстановила И стала Опять Детективы Писать Поэтический Дар Кто-то потерял Опять восстановил В школе У меня столько И художников И спортсменов Чемпионов Мира Я просто Это для чего Говорю Пользуйтесь Собственные Инстинктивные Реакции Превращайте В упражнение И будете Развивать Себе Человеческое Начало Что мне Поделать У меня Выгорание Происходит Когда человек Занимается Одной деятельностью Какой-то Монотонной Происходит Профессиональное Выгорание Шалтай Болтай И переживай Там секрет Заключается Ключа В чем Раньше Говорили Если тебе Плохо Думай о хорошем А это Как раз Таки Неправильно Когда тебе Плохо Думай о плохом О чем думается О том думай Но на фоне Сберегающей Жизнесберегающего Приема Это абсолютная Защищенность Повторяемое Действие Снимает Напряжение На этом фоне И переживай Переживай Люди Сейчас В спортзал Ходят Они там На дорожке Бегут Ключ нужен Тогда Когда нет Спортзала Рядом Не будешь Спортзала Или ванну То есть Это для тех Ситуаций Когда Там Замкнутое Пространство Нету Ничего Это для Условий Неопределенности Вот Бомба Упала И как Людям Жить В этот Момент Вот Идет Газ Какой-то Распространяется Ядовитый Как Быть Вот Ковид Сейчас Как Быть Я Столько Людей Вывел Из Ковида Из Этого Состояния Движения Ну Например Валейбол Или Гребля Или Плавание Или Наконец Какая-то Ну Многое Ну Какие хочешь Какие ты в жизни Делала Что знакомо Более Может И Тук Тук Круг И Переживай Себе Вот Соедини Переживания С Автоколебаниями Закрытыми Глазами Нет Нет Не Обязательно Как тебе нравится Не надо Стараться Расслабляться Не надо Стараться Прогонять Плохие Думай О чем Думается Делай Как Делается И Ты Удруг Увидишь Как Две Свободы Свобода Сознания Думаешь О чем Думается Соединяется Со свободой Движений Делаешь Как Делается Две Свободы Духовные Материальные Соединяются Кайпер И Напряжение Падает И Ты Выходишь Из Стресса Где Ты Спасаешься Думаешь Как Снять Вот Эту В Гараги Выходишь На состояние Полноты Энергии И Тебе Уже Хочется Сотворить Созидать Дарить Любить Общаться То есть Ты Нас Содневаешься Человеком Вот Это Я Об этом И Рассказывал Так Что Это Стретия И Тактика Это Непросто Да Дорогие Друзья Технологии Бывают Разные Технологии Бывают В Железе Технологии Бывают Управленческие Социумом А вот Мы Сейчас Познакомимся С технологиями Которые 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 Могут Применить Каждый Потому что Когда мы Говорим Про Фотоны Протоны БТГ Еще что-то Всегда возникает вопрос Как это сделать Ну Самому И выясняется Что самому Это никак не сделать Опять надо Объединяться В партию Побеждать На выборах Чтобы депутаты Приняли законы Финансирование Создали Институт Эфира Там Законодайцы И так далее Сегодня сюжет Как раз показывает Как каждая Абсолютная Услышав Информацию У кого откликнуло Что ему это нужно Сразу получает Теги Что можно это найти И тут же В наше коммерческое время Вы выясняете Что это абсолютно Безоплатно Дорогие друзья Все самое интересное Да Самый ключевой момент Что в наше Капиталистическое общество Где На образовании На образовании Заставляют людей Делать монетизацию У нас не капитализм У нас дикий капитализм Это немножко разные вещи Хотя мы что В капитализме Участки есть Очень даже позитивные И в социализме Участки очень позитивные Надо их синергировать Плюсы сложить И создать новое общество Как мне говорил Парень Не социалистическое Не капиталистическое А человеческое Ну вот Дорогие друзья Движемся К единому Человечному Человечному Человечеству Иначе Нас расчеловечат И превратят В роботу В исполнителей Да На этом пока Чтоб снято Большое спасибо Тебе спасибо Всех спасибо И завершим Конечно же Картина Паруса Парус Надежды Как говорит Девятов Нам нужна Надежда Надежда Верой Да И картина Яблока Адамова Напоминающая Что Греха не было Дорогие друзья Кому-то выгодно Манипулировать Общественным сознанием Создавая Чувство вины А создание Чувства вины Посмотрите Психосоматику Это однозначно Ведет к стрессу Тотальным переживаниям Снижению жизненного уровня В тех странах Где больше Обращать внимание Что Бог создал Человека По своему Безуподобию Меньше преступлений А там Где больше Говорят Падение И грехопадение Человека Больше преступлений Как вы можете Это объяснить Как профессионал Мировое зрение Потому что Миром управляет Ни страх Ни деньги И не оружие А миропонимание Отношение К миру Отношение К людям Хасай Скажите А есть у вас Мысли Были ли такие мысли Что нас Здесь искусственно Разводят На планете Обкатывая Программное управление В наших В наших Оболочках Сумеем ли мы Прийти к тому Что прописано Во всех Религиях Возлюбие Возлюбие Ближнего Своего Как самого Сделанные Полезные вещи Я столько Людей вытаскиваю А вот того Кто развел Его кто создал Вот это нам Непостижимо Вот это мы как раз Должны познать Стремиться к познанию Да Надо познавать Познавать У меня друг Ноябрь Светлое имя Называется Таким Зимним Светлый человек Называется Зимним именем Ноябрь Он сейчас Как раз таки Академик Международной технологии Академии Технологических наук Куда он меня тоже Рекомендовал Меня тоже туда приняли И вот он Как раз таки Теорию Продвигает Что все Из света Создано Что атомы Из фотонов И что человек Создан Из света Как в Библии Написано Ну не из света Из против вещества Условно говоря Из против вещества Из против вещества Из фотонов Потому что Это квант и волна Это корпус Голова волна И вот это Светлые люди Максимум Получилось Развитие Я кстати Очень люблю Значит Теария Дешардена Польский был То ли кто То ли кто Я сейчас Не о религиях Говорю А Теария Дешардена Который говорил Что даже в атоме Есть психика Но он имел ввиду При сцеплении Атом возникает Вещество Материя Когда развивается Появляется Живое Человек В результате И у него психика Ну и в потенциале Имеется ввиду В атоме Не в прямом смысле Поэтому я считаю Что человек Произошел Этапами Развития Эволюции Самоорганизация Природы Привела К развитию Человека И поэтому Я От самоорганизации Привела К саморегуляции Человека Чем я занимаюсь Саморегуляцию Не отрицаю А вот переход От обезьян К человеку Под большим Сомнением Науки Сейчас скажу Сейчас скажу Очень много Людей там Останавливаются Потому что Качественного Перехода Не видят Между Несознанием И сознанием Очень много Школ в Индии Существует Атман Есть Брахман Нет ничего Больше Брахмана Нет ничего Выше Брахмана Но красивее Брахмана Махат Заполной природы Но очень много Школ там существует И все это В Рамаяне В Адбитии Ну там Очень много Всего есть Вопрос заключается В том Что Самосветящий Свет Сознания Откуда Появился Вот обезьяна Была И вдруг Стал человек Вот этого Переходного Недостающего Звена Нету Да Гидер говорил О диалектике Диалектика Это же Что такое Это количество Переходов Качества Это Это Качество Другое Вот например Человечности Качество Человека Человечность Там одновременно Содержится Свойства Это ответственность Это сопереживательность Чувство чужой Боли Это созидательность Это качество Это не количественные Параметры Которые отдельно Это качество Сразу Если ты человек Ты уже такой Не потому Что это где-то По капель Добавляется Количество Так вот Обязательный Переход К человеку К человеку Переход На новый уровень Развитие Это Конечно Качественный Переход То есть Сразу Появляется Сознание Оно не Появляется По кусочкам Не потеза Ну что ж Дорогие друзья Надо завершить Некой Аллегории И метафоры Что наша жизнь Это А вот Лев Мелихов Потенциально Это набор Тюбиков А во что Превратиться Это зависит Только от нас Какие краски Размечтался Какие краски Мы возьмем Как смешаем Как нанесем Вот посмотри Так и наша жизнь Книга про нас Лев Мелихов Знаковые фигуры Нашей эпохи А там есть И моя Тоже Фотография Я не знаю Я сразу найду Или нет Но это величайший Фотограф У него тут От Солженицына Франсуаза Саган Очень Вот он я А это Дикуль Это Дикуль Ну у меня Я Когда На голове Разбился У меня позвонок Влетел Спинной мозг Его порушил Немножко У Дикуль Слава Богу Спинной мозг Остался целый Поэтому он Все восстановил А я не до конца Потому что у меня Спинной мозг Повыжил Так Ну я Счастливый человек При той Тяжелейшей Инвалидности Что я не гуляю Я не могу Ходить на улицу У меня стянуты мысли У меня мелопатия То есть из-за того Что упали На голове Упало Даже со головой Позвонок Влетел Спинной мозг Разрушил У меня 7,5 часа Операцию делали На институте Неврологии 7 лет назад Но я счастливый человек Потому что я Своё состояние Вот это вот Всё неприятное Состояние Там и прочее Использую Использую Для творчества Потому что Формула счастья Удивительно Проста Хорошо Когда человек Занимается Делом Ну там ещё А ему за это Ещё и деньги платят А Эйнштейн сказал А мне платят Деньги за то Что я мог бы Делать и бесплатно Я тоже делаю Я как Эйнштейн Я счастлив Я счастлив Потому что Я занимаюсь Любимым делом И это Именно Я пытаюсь Пропагандировать Чтобы люди Были здоровы И счастливы В нашей школе Человек будущего Обучаю людей Технике Саморегуляции Открывать себе Творца Потому что Когда вы открываете В себе Творца Когда вы занимаетесь Любимым делом Что бы ни случилось А мне можете поверить Потому что Я это Ну стопроцентный Живой пример Я очень люблю Жизнь Я очень люблю Вас всех Всех людей И у меня нет Врагов Потому что Я понимаю Ну наверное Его в детстве Чаще ругали Чем хвалили За хорошие поступки Ну наверное Не доил Ну наверное Не доспал Но я его понимаю Поэтому я пытаюсь Как сказал мне Один парень Болеет За все души Ну так я считаю Что нормальность Человеческая Это когда болеешь Не только о себе Иначе один и останешься Нормальность человеческая Это когда болеешь Из-за человечества До встречи Друзья Прекрасно Я считаю Что мы сделали Самое хорошее Видео Что мы могли сделать Сейчас Друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому